Друзья, я включил запись. У меня просьба всех, кроме первого выступающего и ведущего, то есть меня. Первый выступающий у нас Шишкин, а вот Юрий Евдокимов должен выключить свой микрофон, Киркинский должен, Виталий Алексеевич, выключить свой микрофон. Вы будете все слышать, микрофон только выключите, пожалуйста. Я вам помогу, я вижу, вам это сложно, я помогу. Так, друзья, я все выключил и мы готовы начинать. Сегодня 13 апреля 2022 года, московское время 16 часов 3 минуты. Мы начинаем вебинар номер 11, сессия зима-весна 2022 года. Сегодня очень интересная тема, эффект Уширенко. Я хотел бы поблагодарить Анатолия Ивановича Климова, которого пока еще, к сожалению, нет, а он выступает. Он у нас такой очень занятый человек, был на таком сложном, важном совещании, но вроде бы уже доехал до дома. И я надеюсь, что он будет участвовать, тем более, что он один из выступающих. Хотел бы поблагодарить Климова за то, что идея вот именно этой темы для нашего вебинара подсказана именно Климовым. А также я хотел бы поблагодарить Чистолинову Андрея за подготовку материалов, которые я вам всем рассылал в приложении к объявлению о нашем вебинаре. Он подготовил эти материалы. Сегодня у нас выступает 6 человек, даже 7 человек, если считать меня, 7 человек выступает на эту тему с подготовленными докладами. После того, как они завершат выступление, можно будет каждому желающему, для этого надо будет поднять руку, там внизу найдите возможность на клавишах зума, найдите возможность поднять руку, там такая возможность у вас есть, и выступить. Друзья, Климов должен был открывать, но он только подъехал домой, поэтому не может. Поэтому первым выступающим у нас будет Александр Львович Шишкин. Саша, пожалуйста, вывешивай свою презентацию. Катя Шишкин занимался многие годы этой проблемой, поэтому нам будет интересно его послушать. Давай еще раз, Саша, попробуй запустить презентацию. Сначала. У тебя большой, я это понимаю, а у нас маленький. Ну ладно, делать нечего, поэтому давайте, друзья, потерпим, посмотрим. Ну вот на маленьком как бы экране будем смотреть на слайды Шишкина. Пожалуйста, Саша. Объяснение эффекта у Ширенко на основе оболоченной модели атома. Сначала немного об оболоченной модели атома. Теоретики Владимир Михайлович Дубовик и Владимир Кириллович Куралес Дубна утверждают, что около ядер атомов существуют уплотненные вихревые оболочки из частиц проматерии. Дубовик говорит, это конкретно фоновые холодные нейтрино. Саша, а может быть ты все-таки немножко про то, что же это за эффект? Потому что половина, я уверен, не очень понимает, о чем идет речь. Эффект? Тогда начнем с эффекта. Да, да, начни с эффекта, пожалуйста. В 1974 году Уширенко проводил бомбардировку металлической мишени микрочастицами. Он отмечается, очень важно, чтобы микрочастицы имели размер в диапазоне от 10 до 100 микрон. И скорость частиц при движении к мишени должна быть не менее 1 километра в секунду. Вот устройство мишени. Оно состоит, показываю стрелочку, видно, да? Детонатор один, стакан, которым находится взрывчатое вещество, три. И затем кумулятивный отражатель, вот такой полусфера. Далее еще один стакан, который ограничивает вылет частиц за пределы мишени. Стрелками показано движение частиц после того, как происходит взрыв. Значит, частицы кумулятивным отражателем отражаются таким образом, чтобы они шли в основном в тело мишени. Большая часть частиц, попадая в мишень, от нее отражаются. Но значимое количество микрочастиц проникает в тело мишени вплоть до длины 200 миллиметров. Что наблюдают исследователи? При бомбардировке мишени исследователи обнаружили электромагнитные всплески и мягкое рентгеновское излучение. Эта статья опубликована в УИЕ в 2002 году. Кроме того, наблюдаются, что следы, вот они показаны такими стрелочками в теле мишени, могут быть веретенообразные, прямые. И самое главное, что внутри этих следов обнаруживается много других атомов, в которых нет в теле мишени. Ну, теперь вот я возвращаюсь к оболочной модели атома, чтобы попытаться объяснить вот этот эффект с помощью вот этой модели. Как я говорил, что теоретики дубовиков Куролеса утверждают, что около ядер атомов существуют оплотненные пихревые оболочки из частиц проматерии, фоновых холодных нейтрино. Значит, конкретно по расчетам Куролеса оболочка является торообразной структурой, вот она показана. Внутри нее находится атом, который тоже является таким нанотором, чтобы сказать. Вот оболочка содержит 0,77 на 10 в 11 элементарных вихрей. Каждый вихрь содержит 0,9 на 10 в 10 дипольных LC элементов, где LC элемент это диполь фонового холодного нейтрино, диполь из нейтрино. Значит, он имеет и электрический. Саш, а диполь какой, электрический или магнитный? Он является одновременно и электрическим, и магнитным диполем. LC, то есть, когда он находится в состоянии элементарной индуктивности, он приобретает магнитные свойства. А когда он находится в элементарной емкости, он проявляет зарядовые свойства. Вес такой оболочки, я подчеркиваю, оболочки, не атома, оболочки, составляет 1 на 10 минус 40 килограмма. А плотность такой оболочки всего лишь 1,3 на 10 минус 27 килограмма на сантиметр кубический. При критическом взаимодействии с мишенью, не только с мишенью, с любым воздействием на атом, предположительно... Саш, извини, можно я вопрос задам? А вот черный квадрат все видят или только я вижу? У меня черный квадрат на твоем экране. Ты видишь его? Да, это тут реклама всплывающая. Я видя, выскатил черный квадрат. Ты убери его, он же мешает, мы половины не видим. У тебя так экран? Убрал. Да, молодец. Мы же видим то, что ты видишь. Ничего лишнего не должно быть. При критическом воздействии на атомную оболочку волна возмущения начинает отрывать один из вихрей от ядра. При отрыве вихрей от ядра оболочка распаковывается в струну, струнно-вихревой солитон, которая улетает, выворачиваясь в противоположном от обрыва направлении. Курлес утверждает, что длина этой струны 700 метров, а скорость этой струны около скорости звука. После потери энергии при столкновении с веществом, потери кинетической энергии, пустая оболочка сворачивается в торообразную вихревую структуру, вихревой солитон. В своих работах мы дали название этому солитону с учетом его характеристик магнета, то есть магнитное свойство тора, это торообразная, электрический кластер. Вот на этом рисунке показана эта оболочка, вот этот кластер, уже без ядра, без красненького вот здесь в центре. Он имеет следующие динамические характеристики. Ну, он содержит, как и оболочка атома, шельси 9 на 10 20 элементарных эльцидиполей. Кроме того, в нем находится 7,7 на 10 10 элементарных вихрей, мы назвали ее электрических вихрей, потом это будет понятно. Каждый элементарный вихрей содержит 0,89 на 10 10 элементарных эльцидиполей. Вес этой оболочки пустой составляет 1 на 10 минус 40 килограмму. А вот динамический размер вот такого образования показан на рисунке. Значит, длина малого тора 0,52 микрона, я подчеркиваю, динамический размер. Длина большого эллипса 15,2 микрона. Диаметр центра тора 0,92 нанометра. Ширина вот такой структуры 0,5 микрона и толщина такой структуры 0,1 микрона. Нетрудно посчитать объем такого тора и, соответственно, получить удельный вес этой оболочки. Как я и говорил, она около 10 минус 27 килограмма на сантиметр кубический. Ну, а теперь пошаговое объяснение эффекта у Ширенка. Я этот рисунок уже показывал. Вот. Значит, на первом вот этом рисунке показано приближение атома. Вот он показан, вот это вектор движения к металлической поверхности, к металлической мишени. Скорость должна быть не менее 1 километра в секунду. Первая фаза взаимодействия ускоренного атома с мишенью. Значит, при соударении с мишенью ядро, двигаясь по инерции в сторону мишени, отрывается от нижнего на рисунке вихря. Практически мгновенно такая структура распаковывается в струну длиной, как я говорил, 700 метров. А ядро атома продолжает лететь по ферну, которой сделала струна. Струна сделана из проматерии, поэтому она является чрезвычайно прочной. И для нее неважно, из какого элемента сделана мишень. Это может быть металл, это может быть пластик, это может быть алмаз. Все равно она делает в нем керн, то есть делает след с керном 0,92 нанометра. Вот вторая фаза показана на этом рисунке. Ядро, двигаясь внутри керна, проникает в тело мишени и начинает себе сотворять новую оболочку из проматерии, которая окружает все существующее в нашем мире. Конец струны заканчивается неким оперением вихревым. Вот он тоже показан на рисунке. И, наконец, заключительная фаза показана на рисунке 3. Ядро сотворило себе оболочку, вот оно останавливается в теле мишени. Вот оно может в конце, ну, где угодно остановиться. А оперением струны выгрызает в теле мишени микрократер, но очень неглубокий, потому как стенки керна уплотняются до очень... до аномальных значений твердости. Поэтому этот фихрик, оперение сворачивается, и струна улетает дальше. Эта струна, как я говорил, при столкновении с элементами, с атомами, с оболочкой атомов потихоньку теряет кинетическую энергию и может свернуться обратно в второобразную структуру, которую я показывал на предыдущем рисунке. При движении струны сквозь мишень, она повреждает оболочки, другие атомы, образуя большое количество новых пустых оболочек энергетических и ядер без оболочек. Когда ядро остается без оболочки, то, возможно, капельное слияние ядер, об этом писал еще в 95-м году Кладов Анатолий Федорович, когда пытался объяснить получение новых элементов при работе его гидродинамической машины. О том, что струнно-вихревые солитоны существуют, можно прочитать в статьях других исследователей. Вот я, например, ссылаюсь на Никольского, Санкт-Петербург и цитирую то, что пишет в своей статье Никольский. В поисках пятой силы академик Александров, обсуждая барионную гипотезу пятой силы, полагает, что для ее реализации необходимо существование частиц с массой как минимум на 15 порядков меньше массы покоя электронов. Но такие частицы еще не открыты, и поиск их не является первостепенной задачей. Ну, можно, я могу только сказать так, что вот этот солитон, о котором я говорил, который превращается, который является струной, его вес близок к этим величинам и даже меньше еще. В плане реальности существования спирально-волновых солитонов и их хиральных левых и правых можно показать на результатах исследования динамики магнитных доменов в тонких прозрачных пленках хиромагнитных веществ. Вот они здесь указаны. Используя скоростную съемку, удается проследить за прохождением хиральных вихревых солитонов, непрерывно перестраивающих домены в спиральную структуру разной степени закрутки. И вот показываю вам примеры такого. Вот на этом рисунке показаны различного типа спирали вот в этих прозрачных керамагнитиках. И вот на этом рисунке показана регистрация левостороннего спирально-волнового солитона. Вот на этом рисунке видно вот этот хаос. Ниже рисунок видно вот спираль, небольшая спираль, это голова солитона. Дальше идет увеличение этой левозакрученной спирали до больших значений. Затем начинается спад вот этой спирали и заканчивается тем, что обратно наступает хаос. Никольский утверждает, что в случае, если спирально-волновые солитоны, они регистрируются в атмосфере от Солнца. И Никольский утверждает, что при скорости движения солитона 2 км в секунду, длина такого солитона достигает 2 км, что неплохо совпадает с расчетами Куралеса Владимира Кирилловича, потому как он дает точную величину. Скорость движения солитона 340 метров в секунду скорость звука. Ну, при этих значениях длина солитона будет порядка 700 метров. Все, спасибо за внимание. Спасибо, Саша. Ты молодец. Ты уложился где-то примерно 15 минут. Ну, вот у нас тут Анатолий Иванович Климов появился. Толь, я тебя не вижу. Ты готов выступить или чуть-чуть еще подождать хочешь? Ну, я давай попробую, значит, раз ты уже... Ну, ты там два раза, может, ты, может быть, начнешь, там что-то будет не получаться. Ну, что, убирай. Да, ты свое... Саш, убирай свою презентацию. Спасибо, ты убрал. Вот. Анатолий Иванович тогда сейчас выступает. Ну, не очень долго. У нас тут вот несколько докладчиков, поэтому значит, минут 15-20. Анатолий Иванович, пожалуйста. Сейчас, одну секунду. Ну, я могу сказать, что я... Вот почему я хотел, чтобы ты выступил, потому что, чтобы ты указал основные экспериментальные результаты по этой самой, по этому эффекту. А вот Саша Шишкин, Александр Львович Шишкин, он так, ну, в основном схему только нарисовал, а основных экспериментальных результатов очень скромно, только вот глубину проникновения. Вот и все. Поэтому, если ты поподробнее об основных результатах каких-то интересных, таких неожиданных, то это будет вот полезно. Слушаем. Ну, видно там на экране. Все видно, да. Только ты не запустил, не знаю, что-то не получается сегодня. Большой экран не запустил. Вроде бы все нормально. Ну, тогда опять маленькие смотрим. Надо было сначала запускать PowerPoint, а потом Zoom. А вы всегда наоборот делаете. поэтому так. Ну, хорошо, давай, на маленьком экране, пожалуйста. Ну, я могу еще раз попробовать. Не, не, не надо, не надо, давай, давай, так будем смотреть. Уважаемые коллеги, вот, ну, я извиняюсь, что вот немножко так скомканно получилось, значит, хотя я рассчитывал на то, что вот мы все-таки две цели от этого семинара. Вначале, значит, мы обозначим основные достижения группы Уширенко, и может быть, удастся его даже пригласить к нам на семинар, чтобы он рассказал более подробно. Это все-таки директор института, работают они давно, и результатов у них много, значит, которые интересны, значит, вот, но именно с нашей, с нашего, под нашим углом зрения, а именно, значит, вот, я считаю, что название нашего семинара, оно должно как-то все-таки оправдываться, для того, чтобы, значит, ну, не все подряд, а вот целенаправленно двигалась наша деятельность по поводу, значит, вот, Леннер, по поводу, значит, аспектов вокруг Леннер, ну, и, собственно, связь, Леннер и эффекты у Ширенко есть или нет, так сказать, прослеживается или не прослеживается, значит, вот, все равно не видно, да, этот самый, да, нет, не получается, ну, давай, продолжай, ничего страшного, вот, на маленьком экране будем смотреть. Ну, вот, я здесь пытался изобразить, так сказать, по сути дела, это из его работы, значит, вот, значит, наверное, Валерий Николаевич сказал, что расселка-то была заранее, значит, сделана через, вот, сайт просверного, на котором все могли ознакомиться, ну, и вот схема-то, она выглядит таким образом, что, значит, вот, второй слайд включи, мы не видим его. А, нет, вообще нет. Ну, давай я попробую еще раз остановить демонстрацию, еще раз попробую, так сказать, что-то не получается. Нужно, Толь, нужно запускать, сначала запускать PowerPoint, а потом запускать Zoom. Последовательность такая. А вы все сначала Zoom, а потом PowerPoint. Ну, поэтому так получается. Ну, вот еще раз пробуем, так? Ну, да. Ну, второй слайд, попробуй включить. Второй слайд. Ну, вот я сейчас сначала попробую, значит, получилось, нет? Ничего не двигается, ничего, Толь, второй слайд попробуй включи. Второй слайд. У тебя только первый мы видим. Ну, вот это уже хуже, потому что второй не получается. Еще раз говорю, для этого тебе нужно выйти из Zoom, запустить сначала PowerPoint, а потом запустить Zoom. Давай, ты там потренируешься, а мы пока давай Чижова послушаем. А, заработало, слушай, крутится, нет? Мало того, что крутится, на большом экране, все здорово. поехали. Значит, ну, схема, вот, понятно, есть, вот, есть некие, это самое, взрывчатые, так сказать, вещество, ускоритель, вот, значит, объема мелкодисперсных частиц, размер типичный, там, значит, вы знаете, что вот, есть резонанс, где-то в районе 30 микрон, значит, вот, когда эффект тушеренка наблюдается, вот, под этим вот колпаком сферическим, как раз наложены вот эти вот, значит, имеется закладка этих частиц, а колпак вот этот вот, он, по сути дела, значит, это вот некий ускоритель этих частиц, который делает кумулятивную струю направленного действия, и вот эти вот частицы бомбардируют, по сути дела, вот эту мишень, значит, ну, и что же было обнаружено, так сказать, обнаружена была вот типичная картинка, что существует режим глубокого сверхпроникновения этих частиц, вот здесь вы можете видеть след этой частицы, она, как правило, микронного размера, десяток микрон, не больше, вокруг которой в алюминии, это образец алюминия, значит, наблюдаются вот, ну, такие пузыри, значит, хаотические, которые сопровождают движение этой частицы. Ну, и по сути дела, вот, есть, значит, ряд, так сказать, публикации у Шеренка, он сам вот, значит, в одной из них уделяет внимание, а что же называется-то эффектом, что называть эффектом Шеренка, и, значит, где, сейчас, одну секундочку, значит, и где граница вот этого эффекта, в чем новизна? Так вот, новизна заключается в том, что глубина проникновения, значит, может на 2-3 порядка, значит, превышать диаметр самой частицы, ну, и достаточно сказать, что вот в мишени из алюминия, там, проникновения таких частиц 20 мм, в стали 50 мм, в меде 40 мм, но в чистом алюминии вообще там почти 60 мм, вот, ну, и важно по скоростям, там, все-таки, вот, есть порог по скоростям, значит, и даже резонанс по скоростям, я бы сказал, вот он рисует эту вот вилку, 1-3 км, но выше достигнуть, так сказать, скорости, наверное, сложно, потому что взрывчатка, как правило, так сказать, ну, не дает вот скорости, там, так сказать, мы выше нескольких километров в секунду, говорить о скоростях, разогнанной с помощью метода, который использовал Ширенко, там, до 10 км в секунду, что будет? Ну, никто не знает, так сказать, просто, значит, ну, вот он пишет, что на самом деле, значит, вот, хорошо проникают, так сказать, частицы диаметром, ну, вот, где-то там 20-30 микрон. Значит, важно, вот это вот важно, так сказать, что этот эффект наблюдается, когда высокая плотность этих частиц в эшелоне, то есть, вот, как бы состав идет за частицей частицы, за частицей частицы, это важно, то есть, это коллективный эффект, значит, когда вот плотность их достигает, обратите внимание, там, 100, 1000 штук на квадратный миллиметр, значит, и вот, если имплантировать их туда, вот, в эту мишень, то вот степень легирования может достигать нескольких процентов от массы, так сказать, от общей массы метаемых частиц. Вот, на это я хотел обратить особое внимание, вот, ну, и дальше начинаются спекуляции, то есть, вот, есть эффект и есть объяснение, значит, вот, а чем же объясняется вот такое, значит, сверхпроникновение? Ну, вот, они даже рисуют такую картинку, что вот у тебя идет частица, движется, впереди ее может образоваться, так сказать, при взаимодействии с твердым телом плазменная подушка, оболочка, и вот уже сжатие этой плазмы вот, мишенью и вот этой частицей приводит к тому, что этот эффект оказывается плазменным, и даже не просто плазменным, а не идеальной плазмой, когда она близка к плотности, значит, жидкого металла, значит, и что же, ну, это уже как раз можно адресовать, так сказать, мне, как вот пионеру, значит, направление плазмной аэродинамики, ну, вот, ты же изучал, можно спросить, там, значит, взаимодействие ударных волн с плазмами различного состава, при различном давлении, значит, и что же, так сказать, есть чего-то похожее, так сказать, на то, чтобы объяснить вот эффект, значит, уширенка, но оказывается, значит, вот, значит, вот эффект плазмы, сжатие ее, так сказать, вот, ну, грубо говоря, взаимодействие с ударной волной, которая может образовываться, так сказать, в этих условиях перед летящей частицей в плазме, значит, вот они говорят, что вот эта ударная волна является, по сути дела, генератором электромагнитного излучения мощнейшего, значит, вот они вроде бы как детекторами пленочными фиксировали, значит, вот обратите внимание, там, десятки и сотен мегавольтные, так сказать, излучения заряженных частиц, ну, вот, ну, что, можно верить, можно не верить, так сказать, хорошо бы, я бы поспрашал, как они мерили, какова достоверность, так сказать, ну, надежность этих измерений, ну, вот, сообщается, что это так, для нас больше всего, мне кажется, очень важно, что в этих кавернах нарабатывается огромное количество либо увеличенной концентрации примесей, ну, допустим, ну, понятно, там, в стальной мишени, там, марганец может присутствовать, там, в железной мишени, значит, но у них концентрация, так сказать, увеличивается на, там, несколько порядков, и концентрация марганца, так сказать, вот, по сути дела, на поверхности, вот, этой каверны, о которой я, вот, там, показывал, значит, вот, в этом пузыре, может достигать, там, значит, больших значений, так сказать, намного превышающих 0,2%, которое содержалось в исходной матрице, в исходном мишени, значит, кроме того, здесь наблюдалась, значит, вот, генерация, ну, вот здесь вот меня, наверное, поправят, я сейчас уже не помню, значит, газа, типа того, что в подвалах у нас, как это называется? Радона. Да, радона, огромное количество радона здесь образовывается, то есть, вот, галлий в алюминии рождается, значит, ну, там дальше я покажу поточнее, значит, изотопы различные, ну, допустим, 55-е железо, так сказать, в большом количестве рождается, значит, то есть, все эти факты указывают на то, что, вот, трансмутация элементов или их увеличение концентрации очень сильное, значит, в этих экспериментах наблюдается, и мы должны все-таки, значит, ну, понять, а все-таки, значит, ну, это вот несомненный мостик между, так сказать, вот тем, чем мы занимаемся и чем, возможно, вышел, так сказать, вот в своих экспериментах, в результатах, значит, саму Шеренка, значит, он и в последних работах прямо говорит, что, скорее всего, вот, все эти, вот, да, и дополнительные, вот, по испарению вещества, по кавернам, по трещинам, они там очень многие, так сказать, оценки делали по разным трещинам, значит, искажения кристаллической структуры вот в мишени, значит, был сделан вывод, что, так сказать, ну, вот энергия, которая выделяется при движении этих частиц, она в тысячи, в десятки тысяч раз превышает, чем кинетическая энергия вот отдельно частиц, вот, и, ну, вот, выделение энергии, просмотрации, излучение, ну, еще раз, вот, вот это вот, сейчас вы видите, ферм 55-й, его концентрация достигала, там, 45%, так сказать, в этих вот кавернах, ну, это, значит, вот, вот, значит, поэтому, вот, значит, ну, это вот те результаты, которые, ну, позволили у Ширенко развить прикладные направления, прикладные технологии, и в первую очередь, в последнее время, они работали, насколько я понимаю, с, вот, с ОРО, в частности, там, у нас с подразделениями, значит, Минатома, это в Снежинске работали, значит, когда, вот, вопрос о надежности солнечных батарей, которые, так сказать, вот, по сути дела, стояли на космических станциях и зачастую выходили из строя, вот стал достаточно острый, значит, они взяли поизучать, вот, по поражению этих панелей, как предполагалось, во время солнечных вспышек, когда там идет не только, там, протонная бомбардировка, не только, там, значит, гамма-бомбардировка, вот этих панелей, но и летит солнечный ветер, там полно пыли, значит, пыли этих самых, и вот, по сути дела, вот, та картинка, которую я вам показывал, с пузырями, она мне очень нравится, так сказать, это вот, выполнено в рамках этой модели, так вот, значит, что было показано, что в кремниевых матрицах, из кремния, значит, как правило, в общем, повреждения, вот генерации энергии при прошивке алюминия с грузками карбидокремния, вот обратите внимание, тут вот, те организации, совсем недавно работа была выполнена, в 18-м году, в Сарове, там, значит, вот, и вот они все-таки, значит, проделали, значит, вот, эксперименты с этими мишенями на их стенде, когда ускорители этих частиц сработали, значит, ну, и вот, плачевный результат какой? 10% микросхем, значит, выходило после однократного воздействия, трехкратный, 33%, после пятикратный практически все выходили из строя, значит, вот, и что же, так сказать, ну, вот, опять, вот, мы там все это на каких-то пленочках, на каких-то дисках, там, значит, сидированных мы делаем, вот, все это, вот эту прошивку смотрели, значит, на микрочипах, смотрели, анализировали, так сказать, вот, на обвязки, которые там сопровождали эти микросхемы, значит, так вот оказалось-то довольно любопытная вещь, значит, что, значит, ну, в общем-то, сами-то микросхемы оказывались вполне работоспособны, а страдал прежде всего спай, вот, алюминиевого там вывода, который вот сидел на этом кремнии, так сказать, вот повреждался, вот это, значит, граница, кремний металл, значит, и вот в первую очередь разрушался алюминий, вот, ну, вот здесь вот еще раз, Галя Купромфером, вы видите, так сказать, это вот претенденты на трансмутацию элементов, вот, значит, ну, а теперь два слова я хотел, вот, все-таки, тот прицел, по которым мне хотелось бы, конечно, вот это вот, значит, вот эти результаты полученные группы у Шеренко, и уже сейчас там, наверное, все это расползлось, это, есть и другие группы занимаются эффектом у Шеренко, значит, применительно, значит, вот к нашим задачам, в первую очередь, это проблемы странного излучения, а вообще-то вот мы, что мы знаем-то об этих вот частицах, так сказать, ну, пускай это не обязательно, так сказать, будут микронных размеров, вообще-то в плазме могут рождаться кластеры от наноразмеров, и кончая пылинками, там, доля миллиметра, значит, но если эта пылинка заряжена, если эта пылинка возбуждена, если эта пылинка имеет этот самый, значит, ну, некую, так сказать, увлеченную массу за собой, так сказать, вот, она же летит не в пустом пространстве, есть так называемая в газодинамике присоединенная масса, так вот, вот эти-то вещи, транспортные свойства, значит, вот, коэффициенты диффузии, там, значит, коэффициенты теплопроводности, и так далее, и так далее, вот для этих объектов, хоть мы хорошо знаем, или не очень, значит, может быть, все эти странные излучения, это больше сводится как раз вот к нашему незнанию, значит, вот частиц, которые побывали в плазменных условиях, значит, то, о чем говорит тушеренка, и вот здесь я хотел показать несколько своих собственных результатов, которые, ну, вы поймете, почему вот я пришел к этому эффекту шеренка, и почему вас призываю все-таки внимательно отнестись вот к гетерофазе, которая может, значит, и сопровождает большинство наших экспериментов в плазме, без плазмы, термоэмиссия, без термоэмиссии, ну, в общем, вот при нагреве, при структурном образовании, при вот то, что Чижов говорит, там, эти самые, всякие могут быть, дислокации, там, значит, рождение границ двойников, вот, значит, у нас в свое время, значит, вот были сделаны интересные генераторы эрозионной плазмы с управляемой вот по составу гетерофазой, ну, вот здесь вы видите генератор Авраменко, а вот это вот, так сказать, ну, его, мои коллеги назвали, значит, меч архангела Михаила, потому что по внешнему виду, ну, это уникальный объект, который, так сказать, вот, селективно воздействует на материалы, допустим, на бумагу вообще не действует, а он китаки, прошибает запросто, и в нем огромная концентрация энергии, удалось вот, значит, запасти 100 электронных вольт на частицы, ну, вот такой вот список литературы по этим объектам, значит, довольно значительный, которые, люди, которые работали с такой гетерогенной плазмой, это вот, вы видите там, проникновение, мы транспортировали вот этот вот плазменный объект через, допустим, кембрик, на большое расстояние, там, до метра, до двух, так сказать, ну, проползает хоть бы что, так сказать, вот эта реальная длина 20 сантиметров, вот здесь вот, ну, 10-20 сантиметров, вот этот меч-то, кинжал плазменный, транспортировать его можно, так сказать, по, у него и время жизни увеличивается, по каналу существенно дальше, но вот иногда из него начинает вылетать, вот сам-то он такой, вот, диффузный, свечение такое у вас получается, значит, ну, вот здесь вот он распушенный, он не такой коллимированный, но за то, что вы видите, как из плазматрона, этого эрозионного, импульсного, это импульсный полуплазматрон, он, так сказать, работает 10 миллисекунд, вылетают эрозионные частицы, и опять вот эти трассирующие пули, значит, вот то, о чем впервые, там, так сказать, наблюдал, так сказать, ну, может быть, значит, вот, Леонид Рускоев, и потом уже, так сказать, многие другие, это первое, что впечатляет, а почему трассирующая-то пуля, значит, почему не сплошная, значит, вот эта пуля, если она попадает на, на мишень, видишь, она может звезду давать, там, значит, вот, осколки давать, но самое интересное для меня было, вот обратите внимание на этот снимок, вот шел, 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 вот эта вот частичка, вдруг она резко, раз, под прямым углом, смотрите, заворачивается, ладно, там, на поверхности, там, этих самых, пластинок ваших, так это же в пустом пространстве, она делает коль биты ни с того ни с сего, так сказать, вот под прямым углом, или вот шла-шла, потом, ну, вот почему эти летят, а эта, ух, пошла по какой-то странной траектории, так сказать, вот, если вы видите, вот здесь вот, чего ее заставило отклониться, ну, а здесь вообще фантастика, смотрите, шла-шла, потом вообще пошла в другую сторону, здесь вот отразилась от мишени, а потом почему-то завернула, а вторая вообще не заворачивает, чего отличает одна частица от другой, вот, и когда эти частички начинают взаимодействовать с рентгеновской пленкой, с зачехленной рентгеновской пленкой, она скачет по ней, оставляя вот такие вот пятна, это с Димой Бароновым мы получили еще там много лет назад, вот она скачет в магнитном поле, вот Чижов впервые говорил, что у него там, так сказать, магнитное поле влияет, но я могу сказать откровенно, что уж по крайней мере, вот этот вот кино заснято, у нас синхронно кино, и пленка лежала, значит, и там, где она касалась пленки, видно, что это не 4 Пис, водесветила частица, она прожектором таким светила, обратите внимание, есть резкая граница, вот, причем это вот скачки, в одном месте, видите, больше пятна, в другом меньше, чего она, так сказать, это самое, значит, ну, это вот то, что остается на рентгеновской пленке, а теперь вот последнее хотелось показать, значит, ну, это, вот, это многоствольная артиллерия, которая, так сказать, много-много плазматронов, эрозионных стояла, значит, там их почти там два десятка этих плазматронов, вот, она сдувалась поперечным потоком, да еще и поле мы накладывали, вот здесь вот на мишене, вот, минус 4 киловольта, плюс 0,5 киловольт, ну, вот видно, как вот этим потоком ускорялось, да, там, нескольких сот метров, то есть там, порядка 200 метров мы ускоряли, значит, в аэродинамической трубе эти частицы, но тем не менее, поле все равно пересиливало, и здесь вот, вы видите, оно ложилось, закрывало теневую область вот этого мишени, а здесь оно вверх, так сказать, уходило, и ей был поток, не было потока, оно уходило вверх, так сказать, ну, 200 метров, это не так мало, должен сказать, вот, так вот, обратите внимание, вот эта вот пыль, значит, просто подмешивалась, значит, вот выразенные плазматроны, инжектировались, пылинки алюминия, как раз, как у шеренка, там, у нас было от 10 до 57 микрон, вот, обратите внимание, вот эта гидра, так сказать, которая из этого облака выскакивали эти частицы, и вы посмотрите, что дальше с ними было, вот, когда они заряжались, ну, во-первых, вот, траектория этой частицы, она винтовая, она идет вот таким вот, значит, винтом, ну, и здесь вы видите, кулоновский взрыв этой частицы, то есть, когда она могла взрываться, и вот давать такие вот осколки, значит, ну, и представьте, что будет на поверхности, если такая частица полетит вблизи поверхности, вдоль этой поверхности, вот, и самое интересное, что вот эти вот частицы, вот смотрите, поток слева направо, во-первых, это сперматозоид, не иначе, так сказать, это змеюка, у которой почему-то хвост крутится, значит, и вот, по крайней мере, на правом кадре вы видите, что она летит против потока, и этот поток, что есть он, что нет, она, так сказать, продолжает свое движение, а вот этот летит, так сказать, в левом углу, на нас, так сказать, вообще перпендикулярно, так сказать, почему они не сносятся, вот, но если увеличить, это вот, это теневая картинка, значит, вот просвечивали, смотрели, сами эти частицы, в общем, алюминий, понятно, он будет гореть в воздухе, она, так сказать, химически, так сказать, реагирует с воздухом, значит, температура большая, там, 3-4 тысячи градусов возникает, но обратите внимание, какой сложный хвост наблюдается, так сказать, за этой частицей, вы видите, так сказать, вот там, один, одна линия, вторая линия, третья линия, то есть, вот эта вот оболочка, так сказать, градиентная, она у вас, значит, ну, вот представьте, что будет, если я вот эту частицу, так сказать, вот она пойдет вдоль поверхности, вот эти вот следы параллельные, все говорят, о, смотри, объясните эти параллельные следы, да они есть, в воздухе даже есть, вы их видите, вот они параллельно идут, значит, ну и последнее я хотел показать, это вот смотрите, эксперименты с водой уже, эрозионными, эрозией, так сказать, вот вода налито здесь вот внизу, в чашечку, это кварцевая труба, здесь у вас высокочастотный разряд, и вот это алюминиевые, так сказать, электроды здесь сосредоточены, горит, вот, значит, высокочастотный модулированный разряд, вот мы получали, так сказать, вот, обратили внимание, что можно подобрать чистоту, когда вдруг образуется шаровая молния, вот, возьми, так сказать, в центре вот этого разряда образуется желто-красное облако, значит, и что, и из этого облака, значит, вот, вот, возникали, вот, там, Чижов говорит, ну, вот, я придумал, там, значит, камеру Вильсона, да никаких камер Вильсона не надо, у вас вот в разряде она визуализируется хорошо, вот вы справа видите, вот, вот эту нитку, вот она, так сказать, летит, значит, светится, и как только она достигает вот этого электрода, она вот создает вот этот шарик, взрыв происходит, сейчас вы увидите, вот она летит, вот эта соплина, вот видите, она вылетела с верхнего электрода, долетает до нижнего, на нижнего, видите, что произошло, вот эта желтизна, краснота появилась вот в результате того, что вот в кино, вот это вот, это кадры кино, скоростного кино, вот эта соплина достигла вот этого электрода, Значит, моментально здесь образуется взрыв, так сказать, вот, и усиленная трансмутация, ну, то есть здесь появляются линии натрия, калия, светят, так сказать, а вот здесь гидроксил слева, ну, как и положено, гидроксил, чуть-чуть водород светит, то есть это такое фиолетовое пламя, но это же не фиолетовое пламя, видно. Значит, ну вот, вот летит, летит, а потом раз, идет что-то, так сказать, это летит прямо, а это вот, и все они имеют трассирующий вид, так сказать, вид трассирующей пули, значит, ну, вот тут я, наверное, насобирал эту коллекцию, ну, вот видите, они повторяют траекторию друг друга, вот одна летит, вот вторая, вот одна летит, а след за ними, так сказать, вот, они могут как эшелоном лететь. Как вот правильно Уширенко говорит, так сказать, значит, собираться в группы, слепаться, вот эти вот нитки могут там, значит, образовать комки. Ну и последнее, под занавес, что я хотел сказать. Ну вот, к сожалению, я не помню, кто мне дал этот обзор, по-моему, это обзор Дубевика, значит, когда он делал вот обзор современного состояния экзотических макроплазменных заряженных объектов. Начинает он там обзор смеси, эктон-эмиссия, нельзя забывать, что все это где-то вот крутится в одном и том же месте. То есть это эрозия, это гетерофаза, это плазма, взрывная эмиссия катода, значит, вот, ну, либо это вот электронный сгусток, значит, эксперимента Шаудерса. Значит, электронный сгусток, это вот типа эктона Шаудерса, он же может не только при взрыве с катода вызывать вот такие кратеры. Он может вот лететь в пространстве, если это вакуум хороший, и бомбардирует там пластину диэлектрическую, металлическую, оставляя глубокие там, ну вот, действительно, вот по сравнению с диаметром, длина вот этого траектории может достигать там, ну, десятки, сотни калибров. Вот, и вот Кен Шаудерс, он, значит, проделал вот эти вот, значит, каналы, вот он как раз занимался прикладными вещами, это все практика диктует, не просто на вносу ковырение, значит, нужно было сделать вот литографию, плазменную литографию, сделать чипы маленьких размеров, и мы же за это деньги платили, это Шаудерса, не забывайте об этом. Значит, ну вот, эксперименты Скворцова, Володя, забытые, а чего его никто не упоминает? Это те же самые эксперименты, как у нас там, значит, лазер дополнительно к разряду, значит, лазер вот на катод этот самый, вот, значит, фокусировался, и вот сколько этих треков он сфотографировал. Все такие же, как у Русского, все такие же, как этот самый, у всех подряд, так сказать, на вот это сфотографирование в пространстве, а это вот, так сказать, на катоде там. Поэтому на поверхности, внутри твердого тела, снаружи, суть, везде очень похожие объекты, суть, скорее всего, это плазменного происхождения, так сказать, ну, некая гетерофазная плазма, значит, вот. И вот характеристики, ну вот, Дубовик очень хороший сделал обзор, значит, все-таки, в чем же, так сказать, вот, что объединяет всех? Ну, вот, понятно, размер объекта, типичная траектория таких вот размеров, значит, типичные там, вот, расстояния, значит, вот, значит, заряд, который удалось кое-кому промерить, значит, реакция на магнитное поле и так далее, и так далее. Прекрасный обзор, я советую вам, вот он там, все эти основные работы, взрывной эмиссии, работы Солина, Адаменко, Саватимовой, незаслуженно забытый, Ирина же очень-очень много сделала в этом направлении, значит, Скварцово, ну, почему мне народ забывает, это же наши коллеги. Ну, это вот последнее, я хотел показать самого Кена Шалдерса, я у него там присутствовал уже в последние дни, мужик хватанул не понять чего, вот, то, чем сейчас мы с Валерой занимаемся, по сути дела, без защиты, так сказать, пытаемся сделать эксперимент. Вот, ну, это один из представителей того, чего не надо делать, так же, как вот и Бажутов, так же, как Климов, так же, как вот Шалдерс, нахватали не понять чего, вот, ну, и, к сожалению, может, быстро, мгновенно, так сказать, вот, болезнь развивается как-то затяжно-затяжно, а потом взрывоопасно, так сказать, в течение недели сгорает человек. Вот, ну, вот, это, на этой печальной ноте предупреждающий, что вот все-таки это снаряды-то, они, ну, одно дело там прошивает микросхемы, а другое дело прошивает живой организм, но механизм-то везде, наверное, так сказать, имеет общие корни. Его и надо исследовать. Ну, вот, резюме такое, что, значит, мы его докладываем, что вот результаты обнаружены, так сказать, вот, значит, Уширенко, значит, эксперименты обнаружены там, вот, нашими коллегами, значит, эксперименты обнаружены, так сказать, другими, так сказать, Скворцов, там, допустим, Адаменко, там, вы на Украине, значит, милый, значит, вот, они, конечно, мне кажется, имеют много общего. Значит, если уж делать, так сказать, вот, некую, двигаться по пути создания модели или объяснения, попыток объяснения этого явления, вот, уж далеко зашел Шишкин, я бы не хотел туда заходить. Давайте поближе. Там есть эта нитка, нет, вот мы видим, что она есть реально. Не надо выдумывать эти лептоны. Давайте разберемся с тем, что есть. Много ли мы знаем, вот, я говорю еще раз, об этих частицах, которые рождаются сплошь и рядом, не фантазируя. Вот, есть у нас там, значит, эксперименты наши по холодному синтезу, есть другие эксперименты, вот. Давайте займемся все-таки предметно, так сказать, вот, но не тем, что далеко, а тем, что близко. Спасибо, Анатолий Иванович, Туль, ты уже 40 минут говоришь. Хорошо, спасибо. Ну, твой обзор, как обычно, спасибо тебе. Твой обзор, как обычно, прекрасные картинки. Ну, Анатолий Иванович провел связь между вот этими отверстиями, которые там прошивают частицы, микрочастицы, бьющие по мишени, и вот этими плазменными образованиями, которые мы называем, или еще какие-то образованиями, которые мы называем неизвестными частицами, вот провел хорошую связь. Спасибо. Значит, второй выступает, третий уже Чижов, Володь. Володь, у меня просьба, ты очень не умеешь следить за временем, поэтому у тебя 15 минут, так, 15 минут. 15 минут – это 1 четвертая часа, пожалуйста. Хорошо. Да, видим твой эффект, твой экран. Теперь попробую его большую сделать. Все, да? Нет, не видим. Передвинь, пожалуйста, сам. Попробуй второй слайд. У меня все двигается. Ребята, у тебя это двигается. А, слушай, извините, как мне выйти сейчас, чтобы я не включил поделиться? Ну, вот, вот, ты вышел сейчас. Вообще, я тебе советую, вообще, я тебе советую, знаешь что, ты выключи, ну, ладно, ты начал опять. Так, ну. Пока слайдов, Володь, включи, пока слайдов, кнопку нажми. Он показывает, он показывает, вот сейчас мы видим твою полностью, попробуй следующий слайд. Да, двигается, все, молодец, спасибо. Давай, давай, 15 минут. Извините, я не включил, поделиться я не включил, да. Так, значит, ну вот, давайте я покороче буду. Анатолий Иванович, спасибо тебе, Анатолий Иванович, что ты прислал такую обширную достаточно программу. Ну, я как-то не рассматривал эффект Ульширенко и не знал особо о нем, но механическое проникновение, не механическое проникновение. Но вот после того, как я познакомился со всем материалом, который ты предоставил, меня заинтересовал этот эффект, конечно, я не мог не заинтересовать. Поэтому я буду, в общем-то, здесь краток. Уже многое, что ты сказал, и передо мной тоже говорили, поэтому я скажу, что это высокоэнергетический и образуются вот изотопы и прочее. То, что касается структуры, я не буду этого вопроса касаться, он за 50 лет рассмотрен много и проанализирован, там прочностные свойства идут. Вот это ты показывал, вот эти вот вещи, это вот на меди. Но хочу отметить, что все время в качестве ударника используется очень твердый материал. Как правило, карбид кремный, а тут различные и структуры, и леза, и алюминий, и медь в данном случае рассматривается. Ну вот процесс проникновения, ты отметил, что вот такая плотность должна быть. А вот одиночные, одиночные, сколько ни делали, не получается, получается, что работает классическая модель. То есть надо рассматривать, как вот, так сказать, непрерывную среду вот этот поток частиц. Ну вот этот вот график меня заинтересовал. Ну вот здесь можно сделать оценку плотности, и она уже сделана, и схватает для того, чтобы порвать химические связи в этих материалах. И плотность вот этих как раз веществ, она соответствует вот наибольшей плотности для разрыва связи, если взять там на один ангстрем. А это от 40 до 70 микрон. Ну вот ты тоже показывал это на алюминии, тоже очень красивая картинка. Ну и заключение здесь вот делается тоже такие, что и галлий, и медь, и железо, вот доля которых достигала 25%. Мне бы хотелось вот, а, да, значит, вот анализ Уширенко, ну ты об этом тоже говорил. Вот это проникновение на глубину порядка 10 по 2 и 10 четвертой калибров, когда теория простая показывает, классическая теория показывает 2,6 калибров, только может от диаметра проходить. Необходим порошок вот такой твердости, скорость порядка от 1 до 3 километров все. Вот, одиночные они отсутствуют, эффект сверхмоклого проникновения отсутствует. Плотность потока частиц порошка должна быть вот такой, что практически сплошная среда должно быть. Второе, вот результаты этих исследований образуют новые элементы, и на границе вот в основном это не в основном, а только в матрице, в ударнике этого не происходит. Вопрос, откуда берется дополнительная энергия? Ну и в одной из публикаций... Пошел, пожалуйста. Пошел, пожалуйста. Алло. Алло. Друзья, те, кто заходят, пожалуйста, выключайте у себя звук. Вы начинаете там домашние дела решать и мешаете выступающим. Пожалуйста, следите за этим. Алло, продолжай. Меня слышно, да? Хорошо слышно, да, хорошо слышно. В одной из публикаций сказано, что вот с 1974 года существует уже 18 теоретических посылок объяснений эффектов Ширенко. Это говорит о том, что, в общем-то, здесь работа есть. Вот. Ну вот тоже показывал как раз Анна Ливанович. Вот. Ну, здесь достаточно интересно. Вот рассматривают они. Ну вот, следовательно, с одной стороны, вот смещение атомов в результате удаления приводит к возбуждению связей. А с другой стороны, кулоновское влияние там, понятно. Но здесь меня заинтересовало, что ударно-волновые процессы мишени увеличивают амплитуду колебания атомов в закристаллической высотке. И диссипация происходит. И микроструктура. Ну вот о мое видении происходящего процесса. В общем, пришлось голову поломать. По этому поводу, как же это все можно объяснить с точки зрения вот Ленера или холодного ядерного синтеза, я в скобочках там это делаю, при вот таком вот сверху углоку проникновения, при эффекте у Шеренка. Ну вот изменения, я сказал, кристаллической структуры не рассматривают, так как хорошо рассмотрены и исследованы почти за 50 лет. Вот. Ну вот работа, которая, вот эту вот красивую работу, вот эту вот, я бы ее, так сказать, оценил как на 70-80% достаточно полезную. Вот. Это и по генерации частоты амплитудной возбуждению атомов в мишени, и по электронно-волновому возбуждению. Но что приводит к термоядерной реакции, причем интересный этот термин из статьи, ответа нет. Вот, сейчас покажу. Вот они говорят, что здесь у них термояд происходит, термоядерная реакция. На что, в общем-то, сомнительно можно сказать. Ну вот и какая реакция системе вот этой вот железа, карбитремния, вот энергия, энергия, которая приложена, должна произойти, чтобы получить 25% марганца, 45% железа 55-го, и, значит, вот какая-то еще газ какой-нибудь. Так, у меня интернет. Все слышно, Валера? Слышно, слышно, да. Алло. У меня плохой интернет, но более-менее слышно. Более-менее слышно. Да, да. Продолжай, продолжай, пожалуйста. Рассказала, да. Но отметим, что трансформация ведет столько в слое канала, только в мишенях. Вот на твердых ударниках карбидокремния и там другие, они использовали бариттитана. Вот. Они только теряют массу, а изменения химсостава не происходит. Вот алюминий, они тоже вот приводят, то, что Анатолий Иванович заинтересовало. Галли, медь, железо 25%. Вот это сказано все в купе, в статье. Честно говоря, железо меня здесь смущает, я его там пометил с виниким. Вот. Ну, вот по алюминию процессу, что мы видим? Мы видим медь, мы видим галли, и они говорят о железе. Здесь все как бы, так сказать, вот в кучке. Что касается железа и кремния процесса, то здесь вот магний мы видим, здесь вот электрикон, они там указывают, и айзотоп железа тоже мы видим. Уже достаточно кучно все это дело происходит. Вот. Ну, вот я уже сказал, вот эти эффекты, они очень схожи с теми процессами, которые мы рассматривали и обсуждали уже неоднократно вот по Леннеру или холодному ядерному синтезу на наших семинарах, вебинарах. Это наше представление по холодному ядерному синтезу отличается от сверхгубокого проникновения у Ширенко тем, что нами рассматривается процесс, как правило, присутствия водорода, то есть присутствия протонов, а у Ширенко ни в одной модели их нет. Ну, так ли это? Дело в том, что еще в начале 19 века у Ильи Праут, по-моему, гипотеза, что все элементы, все атомы состоят большие, тяжелые, малые из водорода. И, в общем-то, сначала как-то это не принято было, там вроде как Дальтон вмешался, но через сто лет, так сказать, Резерфорд подтвердил это дело, и он даже хотел назвать, в одной из статей было, хотел назвать не протон, а Праутон. Ну, определить с протоном. Так вот, а так ли это? Вот вернемся к этой мишени. Вот эти вот взрывы, великолепная картина, подобная. Взрывы внутри алюминия, преграды, при разгоне порошка, траектории движения. Алюминий, кремний, плюс вот количество энергии, энергии очень мощной, вот. Причем они говорят, что они создают такие условия, когда еще металл не вскипает и не разлетается. Вот эти переходные процессы, вот, они самые интересные, самые, он где-то вот на уровне. Если будет 6 метров в секунду, то он просто разобьет эту мишень и ничего там не будет. А здесь вот очень интересные вот эти вот вещи. 6-10 там. Ну, это вкупе они показали, а конкретно нет. Вот железо, мне кажется, здесь не вяжется. 25 процентов. Хотя, если бы были точные данные. Ну, отметим следующее, что экспериментов по сверхглобокому проникновению в смонокристаллических мишенях не проводилось. Это, конечно, так сказать, тоже определенный недостаток для построения теории. Но поликристаллическая структура имеет высокую концентрацию объемных дефектов. Это границы блоков, двойниковые границы, о которых я все время говорю. Это малые угловые границы. Что такое малые угловые границы? Это результация блоков под разными углами. Это за счет скопления дислокаций. Вот когда они скапливаются, их очень много, то блоки основные, они, так сказать, немножко отличаются по угловому своему наклону в кристалле. Именно по этим неоднородностям в кристалле при высокой плотности потоку ударных частиц происходит процесс их проникновения. Но где берется дополнительная энергия для вот такого сверхглубокого проникновения? Она действительно очень большая. Там в 10 тысяч раз превышает практически. А вот давайте рассмотрим алюминий. Как он, так сказать, его получают? А это получают его электролизом, что приводит к растворимости в него водорода. Концентрация водорода даже в чистом алюминии, и я специально выбирал, выборку делал такую, составляет от 0,15, если больше 0,15, там вообще поры водорода присутствуют. Они брали достаточно чистый водород, там 9,97. Алюминий. Они от 0,15 до 0,5 миллилитров на 100 грамм. Ну, давайте вспомнить число аллогадра. 22,4 литра – это 6, 10,23 водорода – это 1 моль. Тогда на 1 сантиметр алюминия приходится 10,17 отвода. На 1 сантиметр кубический. А учитывая, что более 50%, так как диффузия идет в основном по объемным дефектам, более 50% водорода на дефектах остается на дефектах, сохраняется. Значит, там порядка концентрации в одном дефекте составляет вот эту величину. Порядка 10-12 атомов на дефект. А это очень серьезно. Ну, а дефектов в поликристалле, они, в общем-то, где-то от 10-3 до 10-7. Я 10-5 здесь поставил, но побольше 10-7. Вот этих объемных дефектов. И тогда мы приходим к той же схеме, о которой я говорил, по двойниковым границам. Только вот здесь вот граница не вот этого кристалла, как двойниковая граница, а того карбидокремния, который, так сказать, не взаимодействует, но он приводит к раскачке вот этой вот всей системы. И протонному, так сказать, взаимодействию. И тогда вот это можно представить следующим образом. Вот наш карбидокремния, вот скопление протонов. Это, так сказать, электронные оболочки, которые присутствуют. Это вот дефект, который, он присутствует, и по нему легче пройти вот этому, так сказать, нарушению. Вот. И здесь могут происходить вот такие вот взаимодействия. Если вот, когда, отмечу следующее, когда ломается кристаллическая структура, даже механически, идет звуковой эффект, идет еще энергетический эффект, для того, чтобы разорвать вот эту связь, выделяется еще и, так сказать, энергия. А впервые, вот я постоянно вспоминаю, так сказать, Петра Олеговича Капица. Ну, это вообще уникальный, конечно, экспериментатор был. Вот. И он говорил, что... Да, он обратил внимание, что когда вот вы делаете оловянный пруд, вот для, так сказать, пайки, а он там немножко с примесями, вот специально сделан, он всегда трещит. Так он вызвал Ландау, и они, так сказать, разбирались, в чем дело. Оказывается, вот это трещание, это образование дислокации, и оно сопровождает звуковым эффектом. Плюс, если вы будете изгинать, 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 то он нагреется. Вот вам, пожалуйста, вот этот вот самый эффект, так сказать, здесь и звуковой, и прочее. Ну, а теперь можно вернуться уже вот к той схеме, которую предлагают. Только вот здесь вот этот вот термовзрыв, он как термоядерный, термоядерный вот эта вот реакция, она здесь совершенно неуместна. Вот здесь вот плазма, это не плазма, это, так сказать, механическое воздействие. Ну, и так как много частиц идет, то предположить вот такую вот схему можно, что это... Но это тоже какой-то идеальный случай, я посчитал. И думаю, что вот все-таки процесс происходит следующим образом. Вот таким вот образом. Когда одна частица подпитывается вот этими частицами, здесь есть и звуковые, и электромагнитные волны, энергия выделяется, и плюс еще самое большое выделение, это изменение изотопного состава на границе. Вот здесь вот. Вот. И это все усиливает прохождение. Вот эти, они гаснут, а вот это вот может пройти, так сказать, достаточно далеко. Причем этот процесс очень схож с процессом Урускоева при взрыве проволочек. Дело в том, что он, так сказать, вот занимает 2, я уже 7 поставил, там 5, вот, 10 минус 5 секунды. Вот весь процесс. Так что вот мое видение по этому процессу. Ну и спасибо за внимание. Валера, я по-моему уложился. Ну ты практически уложился, молодец. Это твоя квалификация растет. Спасибо. Некоторые новые мысли ты добавил, поэтому спасибо. Значит, Анатолий Ильич Никитин, пожалуйста. Пожалуйста, ваш доклад. Добрый день, присутствующее общество. Я постараюсь быть кратким, чтобы сэкономить время и не отвлекаться от темы, так сказать, нашего сегодняшнего, нашего семинара. Ну, я обойдусь без картинок. Я думаю, меня поймут без этого. Значит, по поводу эффекта Уширенко. Что мы знаем и что можем предложить для его объяснения. Лет 10-15 назад широко обсуждался интересный эффект. Значит, когда болванка, снаряд, просто обычная стальная болванка ударялась в препятствие, то было выяснено, что энергия, которая, значит, выделяется при этом, превышала фенетическую энергию летящей болванки. Эту проблему широко обсуждалось. Значит, часть статьи публиковалась в журнале «Наука и жизнь», поэтому она стала известна широкой общественности. И был предложен такой вариант объяснения, что при ударе твердого тела о преграду твердое тело останавливается, но при торможении с него срываются электроны, и остается заряженная решетка кристаллическая. И поскольку, значит, сдерживающей силы противоразвала нет, то, значит, она взрывается и так далее. Значит, из нашего коллектива этой проблемой очень плотно занимался Дима Баранов. И он, если он здесь присутствует, если он захочет, то он может, значит, пояснить. То есть, этой версии не прошла. Но тот факт, что при ударе твердой частицы с нее может, значит, слететь часть электрона, она может зарядиться, эта вещь осталась. Предположим, что этот процесс происходит. Теперь посмотрим, представим себе, что крупинка твердого тела подлетает к мишени и стали ударяться о ее поверхность и тормозиться. При остановке частицы с нее срывается часть электронов и через материал мишени уходят на Землю. Крупинка приобретает положительный заряд. Допустим, что частица это крупинка титана. Масса атома титана порядка 10 минус 27 килограмма. Значит, кинетическая энергия, значит, этой частички, когда она летит со скоростью 3 километра в секунду, значит, порядка 4 на 10 минус 19 джоли, это порядка 2,5 электронов вольт. Значит, получилась цифра, сравнимая с энергией ионизации атома. Вполне возможно, что за счет коллективного взаимодействия атомов в этой крупинке титана часть электронов сорвется, и крупинка эта получит положительный заряд. Если этот заряд превысит некую критическую величину, при которой напряженность поля на поверхности этой частички превысит некую критическую величину, порядка 3 на 10,9 вольт на метр, значит, произойдет поляризация оболочки, ну, скажем, она состоит из каких-то окислов, и образуется некий, значит, некий кластер, который может некоторое время удерживать электрический заряд. Время удержания этого заряда, чтобы реализовывался эффект уширенка, надо порядка 3, ну, 1-3 миллисекунд. Это вполне возможно в том плане, когда мы говорили о свойствах заряженных микрочастиц. Теперь заряженный кластер будет двигаться внутри решетки твердого тела, раздвигая положительно заряженные узлы решетки. Из-за удара в решетке возбудятся механические колебания. Возможно, что их взаимодействие с движущимся и заряженным кластером окажется таким, что облегчит его движение. Ну, например, для того, чтобы камень, лежащий на песке, быстрее утонул, песок надо трясти. Вполне возможно, что этот эффект будет тоже помогать этому делу. Канал, раздвигаемый движущейся заряженной частицей, позади него сужается и подталкивает частицы. Пройти в твердом теле большое расстояние могут только частицы, способны удержать большой заряд, у них будет более сильное поле, большую массу и большую кинетическую энергию и иметь довольно малое поперечное стечение, меньшую силу трения. Поэтому комбинация этих параметров приведет к некому оптимальному соотношению. Оптимум можно найти, изучая статистику частиц, проникших на самую большую глубину. Что надо сделать? Я считаю, что надо поставить перед нами проблему, решить три важные задачи. Первое. Изучить процесс заряжения частицы при ее ударе и ее превращении в подобие маленькой шаровой молнии. Непонятно, из чего образуется поляризованная оболочка. Она должна не только создавать силу, сжимающую область зарядов, но должна быть неким электрическим изолятором. Возможно, что она состоит из окислов металла. Второе. Надо изучить процесс внедрения частицы в твердое тело, действия на нее электростатических сил притяжения, когда она находится вне или внутри материала мишени. Как она изменяет свою форму, как ослабляется сила трения, как образуется и залечивается дислокация и трещина. Ну, по поводу этого второго пункта, например, если мы рассмотрим некую частицу, которая находится, она зарядилась и еще не вошла в твердое тело, то в твердом теле возникает поляризационная сила, которая заставляет ее двигаться внутрь твердой среды. По оценке получается, что вот этот кластер, о котором я говорил, способен так ускориться, что его скорость может возрасти с 3 км в секунду до 5 км в секунду. Добавляется 2 км в секунду. Ну и последнее. Надо нам изучить процесс движения частицы в канале, узнать, что же сдвигает стенки канала, что подталкивает частица, какую роль играют в льбане решетки. Надо четко определить задачи и найти специалистов, способных разобраться в деталях сначала на качественном уровне, а потом глубже. Я думаю, что у нас коллектив обладает довольно большим запасом квалифицированных ученых, которые могут решить довольно простые задачи без, так сказать, эта задача довольно простая, не надо придумывать новые типы частиц, о которых говорилось раньше, а все, так сказать, на уровне обычной материи. Спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Ильич. Только вот с энергией у тебя там, наверное, будут проблемы. Она у тебя не сохраняется, поэтому простыми формулами не обойдешься. Но, тем не менее, за идею спасибо. Значит, Анатолий Шестопалов, Толь, пожалуйста, вывешивай свою презентацию. Да, видим твою презентацию, спасибо. Толь, включи микрофон, включи микрофон, потому что микрофон не включен. Клавиша внизу экрана зом, самая левая клавиша, такой там микрофончик нарисован, на него надо нажать. Нажми, пожалуйста, просто мы тебя не слышим. У тебя выключим микрофон. Толя, ты меня слышишь? Да, я слышу, но я такой вверху нашел этот микрофон. А, ну, может быть, да, все, спасибо. Мы тебя теперь и видим, и слышим. да, пожалуйста, начинай. У меня презентация не двигается. А, не двигается презентация? Да. Ну, попробуй еще раз тогда выключить, выключить презентацию и еще раз ее включить. Пусть будет поделиться надо включить, поделиться там есть. вот, пока подсказывает Володя Чизов, там, но ты, вроде бы, нажимал ее, там у тебя совместное использование, но еще раз попробуй нажать совместное использование, где-то там поделиться, поделиться. там в правом углу есть вот когда ты снова сверни и когда начнешь включать демонстрацию экрана, появится там это самое поделиться. У меня называется совместно использование. Давай, давай. Я его нажимал. Вот я попадаю. Вот идет, все, все, все пошло. Это, мне надо презентацию с нового этого, она двигается. У него не двигается самое. Нет, ну он не двигается. Вот, стали работать слайды, да. Поработал вроде. Да, но с какой-то середины все это происходит. Давай, лучше на маленьком экране, лучше маленький экран, но чтобы двигалось. Еще раз, давай, включай презентацию. я сейчас выйду в маленький, просто я хочу обратить ваше внимание на вот эту анимацию, вот здесь пуля под водой. Подожди, мы ничего не видим. Давай, ты сначала презентацию включи ее, ты ее выключил. Демонстрация экрана по новой. Я себя вижу, теперь я не вижу зума, я из зума выбрался, что ли? Нет, ты в зуме находишься, просто мы же тебя видим и слышим. В верхней части экрана вид написано, вот посмотри, нажми эту кнопку, там полномасштабный экран. Вид, ты видишь вот в правом верхнем углу? Вид нажал я в него хуй. вот нажми. Толь, ты демонстрацию экрана включи сначала, как мы с тобой тренировались, включи демонстрацию экрана. Зеленую клавишу нажми, демонстрацию экрана. Да было, проходили мы это, сейчас уже я в другом месте нахожусь. Зумовский экран видишь или нет? Работает, ребята, спасибо. И не у меня заработало, у вас что, Я тебе вопросы даю, отвечай на мой вопрос, пожалуйста. Ты экран зума видишь? Если я выйду из своего... Значок зума, я тебя спрашиваю, значок зума видишь? Экран зума видишь? Ты не видишь экрана зума, вот в чем дело, он у тебя где-то внизу, иконку зума найди внизу, в самом низу своего экрана, в самом низу компьютера. Зелененькое в средине. Вот сейчас, да, включился твой, твоя демонстрация, сейчас она на первом слайде. Начни слайды, пожалуйста, сначала, они передвигаются или нет? Передвинь слайды, пожалуйста. Ну ты вот передвигаются, давай на первый слайд и начинай говорить, все, отладились, молодец, начинай. Только ты выключил, только ты почему-то выключил микрофон. Кто там у тебя командует, непонятно, да? Микрофон сейчас включил, но опять маленький экран, ну, бог с ним, давай с маленьким экраном, вот большой экран, все, давай, слушаем тебя. Так, я горный инженер и всю жизнь, почти 40 лет, просидел в качестве научного сотрудника в НИИ соответствующего профиля. Ну и была разработана теория всего, которая объясняет, в том числе, взрывоподобное саморазрушение стенки горной выработки на больших глубинах от дневной поверхности. Я назвал ее «Бародинамикой», опубликовал более чем в 100 теннисах, в статьях, материалах, находящихся конференций. В настоящем сообщении я ограничен 10-15 минутами по времени и число слайдов. Поэтому ссылка будет на мои публикации на последней слайде презентации. Скорее всего, не все знают, что бронебойный снаряд не содержит взрывчатого вещества. Я об этом знаю, потому что моя военно-учетная специальность истребительная противотанка артиллерии. Но даже у меня вызывало вопрос, удивление и восхищение противотанковое ружье, из которого также можно подбить танк. За счет чего и почему? Оказывается, за счет очень большой скорости полета пули. В 2002 году из статьи в журнале «Наука и жизнь» я узнал, что количество выделяющегося тепла в несколько раз больше кинетической энергии снаряда. КПД процесса превышает 400%. В годы Великой Отечественной войны скорость снаряда была в пределах 870-990 метров в секунду и ничего особенного не наблюдалось. В начале 2001 года 120-миллиметровый снаряд с начальной скоростью около 1700 метров в секунду пробивал на вылет один танк, а затем прожигал броню другого. Обратите внимание, что болванка при одной скорости пробивает, а при другой больше прожигает, как будто аналог плавления и кипения. Обратите внимание на анимацию диски маха вокруг пули под водой. Действие бронебойного снаряда, по моему мнению, это аналог прототипа эффекта Уширенко сверхглубокого проникновения, отличающийся недостаточно острым носиком. По моему мнению, при обоих псевдофазовых переходах среди окружающих снаряд образуется система трещин, дисковые трещины, которые ветвятся на цилиндрические трещины, которые генерируют новые химические элементы. Если растущие трещины генерируют много газообразного вещества, то процесс генерации становится самоподдерживающимся, выделившийся газ расклинивает трещины, растущие трещины генерируют новые порции газа и даже взрывообразные. генерируют В прибурении скважины из ее стенок в горный массив прорастают дендриты трещин, на острие которых генерируется вода, нефть или газ. Все мои умозаключения от трещин в шахте доказаны натурными шахтными экспериментами и опытом ведения горных работ. От трещин в краевой части массива, наведенных к поверхности обнажения, знают все горняки, но никто их не видел. Визуализировать их можно путем только математического или физического моделирования. Я нарисовал их с помощью мысленного эксперимента на модели из резиновых кубиков. Для не горняков, которыми вы все являетесь, я горную выработку буду называть пустотой, стенку пустоты, которую долбят шахтеры, передовой стенкой. На рисунке это абсцисса, вверху рисунок справа. После вскрытия угольного пласта выработкой вес лежащих пород через поток механической энергии в пустоту вызывает смещение передовой стенки. Дельта L смещение. Модель из кубиков. Представим плоскость, на которой стоят одинаковые аквариумы без стекол. Между кубиками из металлических уголков зазоров нет. На рисунке они разместены с целью показать эпюры смещений. Сверху и по периметру, кроме абсциссы, реализованы граничные условия, исключающие смещение. В каждый аквариум вставлен резиновый шарик. Все шарики имеют одинаковое давление воздуха, превышающие предел прочности их оболочки. То есть, если бы аквариум не был подперт со всех четырех сторон, то шарик неминуемо лопну бы. Абсциссы это передовая стенка. Головка в зубе приведена здесь как доказательство дендритоподобной системы трещин. Основным доказательством правильности разработанного мною в 1922 году механизма формирования системы трещин краевой части горного массива на больших глубинах является приведенный на цветной фотографии керни. Он получается при бурении скважины режущим инструментом в виде трубы. На керни видно, что в момент образования дисковой трещины происходит ее ветвление на цилиндрические трещины. Такое может быть только, если диск образуется в плоскости передовой стенки. Смотрим рисунок слева. Доказательством моей правоты также является научное открытие, сделанное геомеханиками и математиками через 10 лет после моей публикации. Они экспериментально в шахте путем бурения скважин из горной выработки установили наличие цилиндрических трещин, назвали их зональной дезинтеграцией и не догадываются, что у них неполная система трещин. Ветки дерева без ствола выросли. Помните, я на слайде 3 говорил, обратите внимание, что болванка при одной скорости приобретает, пробивает, а при другой больше и прожигает, как будто аналог плавления и кипения. То же самое и в шахте. При одной глубине от дневной поверхности растущие трещины просто сопровождают газовыделение из газонепроницаемого угольного пласта, а при другой большей стенка взрывоподобно разрушается. Проницаемость и газ появляются одновременно и происходит это в двух режимах в кваде стационарном и в режиме с обострением. Термин из синергетики Кургимова Сергея Павловича. Механизм газовыделения на стри растущей трещины в кваде стационарного режима. Скачкообразный одновременный поворот дефектов всех масштабных уровней вдоль силовых линий напряженного поля. Второе появление диффузированной сверхпроницаемости. Третье самосборка атомовых молекул из эфира или как воспринято называть физического вакуума. Самосборка вещества из эфира из эфира образуются кварки из кварков протоны затем ядра атомы молекулы и супрамолекулы. Механизм выброса угля и газа в режим совострения. Первое. Растущая трещина генерирует метан, выделившийся газ расклинивает трещину и продолжает рост ветвления. Второе. Новые трещины генерируют новые количества газа и процесс становится самоподдерживающимся. Выброс углей газа это взрывоподобное образование трещин дендритов обусловленное появлением обратной положительной связи в виде повышенной генерации газа. В латинской буквой R здесь обозначена реакция в общем показанные условия остановки процесса. Дуже скоро выводы. Если мы устраиваем круглый стол по эффекту у Шеренка то нужно обсуждать эффект Бриджмена. На алмазных наколаниях Бриджмена при сжатии с поворотом взрывается все. Порошок уголь в общем все. В том числе с образованием новых химических элементов и регистрацией странного излучения. Например это написано в монографии Ярославского. Возможно кто помнит его так как он участвовал в первых наших российских конференциях. По-моему это все холодно-ядерный синтез как и взрывы проволочек из фольг и нам для практических целей этим заниматься не следует. Но это мое мнение Шахтеров. на российской конференции 18 в 2011 году в Куренице я делал доказ два возможных пути холодного ядерного превращения в котором пытался донести что дом можно перестраивать а можно построить с нуля. Холодная трансмутация ядер или лена это перестройка и у нас и за границей этим все и занимаются. Постройку нового химического элемента с нуля я назвал холодным ядерным синтезом так как термин был свободен и насколько мне известно самозборку никто кроме биологов по сегодняшний день не исследует. На конференции 1926 в 1920 году которая проходила по Зуму я повторил что ХАСТ это самозборка из эфира а ХТЯ это рекомбинация без разрыва и создания связи в атомах типа движения складки по кору. В связи с этим выводы первый эффект Уширенко СГП это образование микротрещин дендритов вокруг движущейся микрочастицы твердого тела с большой скоростью. Второе эффект СГП аналогичен образованию трещин дендритов вокруг горной выработки на лошир рубинах. И третье так как все занимаются холодной трансплутацией ядер эффект Уширенко это ХИАС то и следовательно нам не нужен. И вообще неверная дорога идёт и товарищи. Смотрим слайд один. ХИАС как источник А я не успел не переключил извиняюсь ХИАС как источник энергии это позавчерашний день вчерашний день это импульсная энергетика Канарева моторы и генераторы магнитов вращатели Дениса Данцика США фирма АИС подородная энергетика Кузнецова Александра Евгеньевича Городьев Скиду ЭДР другое сегодняшний день это бестопливные генераторы микроволновая энергетика Кушлева реализованы Андрея Росси Гекат СК Лек эффект Уширенко СГП нужен тем кто разрабатывает его научевое оружие или технологию обработки камня этим оружием благодарю за внимание Спасибо Толя Спасибо Ну вот взгляд можно сказать Анатолий он не участвовал практически в наших вебинарах сейчас мы взгляд как бы из прошлого потому что основные идеи эти были рождены где-то 10-15 лет назад Спасибо Спасибо что ты убрал свою презентацию Геннадий Мышинский пожалуйста ваш ваш выход Толь выключи звук своего компьютера Значит нужно вам нажать на зеленую запустили демонстрацию да видим попробуйте попробуйте нет попробуйте на большой экран для этого нужно на экране этого пауэрпоинта на экране пауэрпоинта найти вверху красненький он у вас найти вверху значит вот слайд-шоу кнопочку на нее нажать наведите курсор на красненькую полосочку которая наверху на слайд-шоу видите ее или нет нет не вижу экран ну как не видите когда мы видим а вы не видите мы же ваш экран видим командная строка вверху красная вот это красная мы ваш мы ваш экран видим значит вы видите вот экран пауэрпоинт там вверху красная такая не в самом верху а чуть-чуть пониже нет я этого не вижу к сожалению хорошо давайте самое странное вы вы сейчас выключили экран просто еще раз его включите а вот сейчас большая молодец попробуйте листается эти самые другой слайд листается все здорово давайте слушаем здравствуйте я прилагаю свой механизм глубокого проникновения микрочастиц металла ну вот на этом слайде на первом слайде основные свойства глубокого проникновения ну я это не буду повторять просто еще раз обращу внимание что в процессе глубокого проникновения происходит трансмутация химических элементов ну кроме еще дополнительные свойства тут тоже касались что зарегистрированы практически все виды излучения в том числе рентгеновское излучение возникает мощный импульс электромагнитного поля измешение выбрасывается микроструи плотной плазмы в которой реализуются потоки галактических ионов ну галактические ионы имеют скорость 7-7 20 тысяч километров в секунду что для протонов соответствует 0,25 и 2 м для углерода 3,25 м для железа 14 и соответственно 120 м а для электронов это соответствует 120 электронов вольт и 1к для разных скоростей кроме того тут указана структура которая изменяется вдоль канала и характеристические особенности но еще раз возвращаемся к тому что происходит трансмутация химических элементов рассмотрим эффект ушевенка как один из процессов низкотерметической трансмутации химических элементов с моей точки зрения я об этом рассказывал год назад трансмутация происходит в сильных магнитных полях больше 30 тесла это необходимые условия достаточным условием является то что в среде должно быть наличие направленного направленного движения ансамбля электронов с плотностью 10,23 электронов сантиметре кубическом движение такого ансамбля электронов порождает сильное магнитное поле и оба этих процессов оба этих процесса характеризуются спаривания электронов ортобазона за спинном равном единице спаривание электронов связано с проявлением сильных магнитных полях дополнительного обменного взаимодействия между электронами и появлением у них новых остальгационных квантовых чисел обменное взаимодействие действует на длине волновых функций торжественных частиц ну вот как происходит генерация сильного магнитного поля в конденсированной среде когда через эту конденсированную среду проходит направленный поток электронов появляется затравочное магнитное поле которое образуется однонаправленным движением электронов объемом в и плотностью как я уже говорил 10-21 сантиметр электронов в кубическом сантиметре это происходит благодаря спиральности так как спины электронов антипараллельны импульсов их импульсов а магнитные моменты электронов соответственно параллельны импульсу и благодаря тому что магнитные моменты в потоке электронов параллельны друг к другу то образуется затравочное магнитное поле согласно формуле Ландау это поле является неоднородным в неоднородном затравочном поле магнитные моменты других свободных и атомных валентных электронов среды поворачиваются и становятся параллельны затравочному магнитному полю поэтому магнитное поле начинает возрастать до насыщения Так как в однонаправленном движении электронов их магнитные моменты также параллельны спинных электронов, таким образом образуется спиновая плазма. Спиновая плазма – это ансамбль электронов объемом W с параллельными спинами. Ансамбль электронов образуется, вот эта спиновая плазма образует самосогласованное обменное поле с отрицательным потенциалом, так как в таком поле электроны притягиваются друг к другу. Отталкивание электронов компенсируется их притяжение к положительно заряженным ионам, так как радиус Дебайя имеет размер атома. И в итоге, в обменном тридцательном потенциале, электроны с параллельными спинами вынуждены спариваться в ортобазоны. Причем магнитное поле в этих ортобазонах равнось от 7 до стадии 90 Тесла. Ну, вернемся к эффекту Уширенко. Вот Баскевич говорил, что от этой сферы глубокую проникновение можно трактовать следующим образом. Микрочастица, вылетившая после взрыва, представляет собой плазменную частицу, и при взаимодействии с воздухом она увеличит число зарядов на 10,4-10,5 зарядов. Во время столкновения с мишенью частица резко тормозит, а электронное облако устремляется вглубь мишени. Идущая впереди микрочастица электронная и звуковая волна возбуждают и разрушают химические связи мишени, благодаря своей высокой кинетической энергии. Так как химические связи разрушены, то ионы находятся в некоторое время в состоянии плазмы твердого тела или квадиплазмы, подобной жидкому состоянию. В этом случае вязкость становится незначительной, и микрочастица движется как жидкости. Что я добавляю в этом случае? Что происходит, когда электронное облако вылетает из микрочастицы? Как я уже говорил, электроны имеют левую спиральность. Спины электронов преимущественно направлены против импульса, магнитный момент электронов направлен в сторону их импульса. Вот на этой картинке зеленые круги – это сферы электронных корреляций, которые определяются длиной волновых пунктов электронов или длиной волны Дебролля. При температуре 300-200-300 градусов Кирвина длина волны Дебролля соответственно равна 8,3 нанометра. Розовая сфера – это микрочастица после ударения с мишенью с вылетающим из нее облаком электронов. Параллельный магнитный момент электронов создает магнитное поле, как я уже говорил. Одновременно электроны с параллельными спинами генерируют спиновую самосогласованную поле. Таким образом, в отрицательном поле, спинового поля, электроны вынуждены спариваться в ортобазоны. Ортобазоны, в свою очередь, являются магнитными, они соединяются в соленоиды. Соленоиды имеют сверхсильные электрические магнитные поля. Соленоиды, указанные вот таким вот образом, являются сверхпроводящими, сверхпроникающими и преобразующими, расположенные перед ними и внутренних веществом мишени. Соленоиды, поскольку они отрицательно зарядлены, тянут за собой положительно заряженную микрочастицу. Внутри соленоидов, в сильных магнитных полях, идут реакции террасмутации. Ну вот, этот механизм, мой, так сказать, описан в этой статье. Ну вот, на основе этого, так сказать, этого объяснения, можно, так сказать, объяснить все свойства и явления сверхглубокого проектирования. Размеры и масса микрочастиц определяются возможностью электронных соленоидов тащить их за собой. Скорость микрочастицы характеризует возможность создать электронное облако. При скорости в один километр в секунду атомы Вольфрама, например, имеют энергию один электрон вольт. Это как раз является средней энергией возбуждения среды в реакциях трансмутации. А при трех километрах энергия атома Вольфрама равна 10 электронных вольт. При потенциализации 8 электронных вольт. Вот такая энергия, ну, позволяет инизоваться атомом Вольфрама. То есть мы должны вот из этих двух, так сказать, из пунктов понимать, что чем более тяжелая частица, тем больше у него энергии, соответственно. И также мы должны наблюдать инизационный эффект. То есть чем у материала, мишени и частицы меньше потенциализации, то легче она будет отдавать электроны. Проникновение в металл на глубину до 20 сантиметров определяется созданием сверхпроводящих ортопозонных соленоидов. Выделение значительного количества энергии, 10,9-10 джо на килограммную частицу, это вот примерно доставляет 0,5 киловольт на атом. Вот эти, так сказать, дополнительные энергии и разные типы излучений связаны с производством плазменных и атомных ортопозонов и сядерными реакциями трансмутации. Вот при производстве плазменных ортопозонов уделяется энергия десятки электроновольт, а при создании атомных ортопозонов уделяется энергия сотни КЭП. Ну, как я уже говорил, когда такие ортопозоны проходят, то внутри них создается, как я уже говорил, сильное магнитное поле, и из этого сильного магнитного поля можно объяснить ядерные реакции трансмутации. Ну, в общем, на этом я и закончу, пожалуй. Геннадий, спасибо. Спасибо. Ну, тут вот много новых идей, ну, старых для этого автора, но для нашего коллектива новых. Я, кстати, хочу всех попросить, участников нашего вебинара сегодняшнего, прислать мне свои слайды. Пожалуйста, Геннадий, уберите свою презентацию, для этого красненькую там кнопочку нажмите наверху. Вот. Так, спасибо. И я попробую свою презентацию включить, поскольку вот сейчас последнее выступление, это мое будет выступление. Так, вот я сейчас спрашиваю, виден мой экран большой такой? Кто-нибудь включите микрофон, скажите. Валер, виден маленький. Кошмар. А какой весь экран не видно, Валер? Да, ну, значит, не получится. Давайте я сейчас не буду на это время тратить. Давайте, собственно, там особенно никаких таких слайдов, где что-то разглядывать не нужно будет. Я в основном словами попробую. Значит, вот попробую 15 минут уложиться, поскольку мы уже два часа, по сути дела, ведем вебинар. Значит, работа выполнена в лаборатории НЛИС. Вот второй слайд. Ну, два основных вопроса вот в эффекте Уширенко, как мы сегодня понимаем. Это причины глубокого проникновения и причины трансмутации элементов. Я потрачу основное время на анализ причин глубокого проникновения, потому что причины трансмутации это почти всегда… У кого-то микрофон включен, друзья, выключите, пожалуйста, я просто сейчас не вижу здесь этого… У меня… Кто там… Поскольку экран занят моей презентацией. Значит, основное время потрачено на причины глубокого проникновения, потому что причины трансмутации, на мой взгляд, сейчас очень спекулятивны и можно говорить только в каких-то общих терминах об этом. Значит, ну вот схема, которую я применял для анализа этого явления. Ну, она довольно простая, но здесь есть определенный нюанс, о котором сегодня еще не говорилось, по сути дела. Значит, вот имеется стальной образец. Я для анализа буду рассматривать стальной образец и стальную же частичку. Хотя там в эффекте у Шеренка там разные образец, по которому мишень, по которому ударяется она из каких-то одних частичках, которые бьет, собственно, она из других материалов. Ну, я для простоты, чтобы оценивать что-то из одинакового материала. Размер образца для того, о чем я сейчас буду говорить. Вот толщина образца будет L, большое, глубина пробуренного сделанного отверстия будет X, площадь сечения этой скважины будет S. Вот обратите внимание, как, на мой взгляд, будет выглядеть частичка микронная, например, при процессах, которые мы сейчас рассматриваем. Во-первых, она будет вращаться, не только двигаться вниз к образцу, к мишени, но она будет и вращаться. Почему это будет происходить? Потому что два человека, Баранов и Зателепин, примерно 4 года назад экспериментально показали, что при ускоренном движении частицы она всегда будет начинать вращаться. Мы это показали на макроскопических объектах, на макроскопических объектах, для микроскопических объектов эффект, естественно, также будет сохраняться. То есть эта частичка будет не только лететь с огромной скоростью, но и будет с огромной скоростью вращаться. Обращаем внимание, что если, ну так вот мы построили некую теорию, которая также частично подтверждена экспериментами, что угловая скорость вращения такова, чтобы на поверхности этой частички достигалась скорость поступательного движения. Для маленьких частиц порядка микрона, например, угловая скорость будет 10 в девятый радиан в секунду, огромная угловая скорость, при которой часть вещества с боков частицы просто отвалится и улетит в сторону. Частичка превратится вот в такое продолговатое типа сверла, и при этом это сверло с огромной скоростью вращается и с огромной скоростью надвигается на образец. Вот как будет на самом деле происходить этот процесс. Это будет сверление, а не просто пробивание какое-то. Но я вот на начальном этапе хочу проанализировать, а что же будет, если мы используем теорию сопромата, сопротивление материалов для анализа, как вот это будет проникать. Вот на втором слайде я это показываю. Если соображение сопромата, а я напомню, что сопромат это, по сути дела, оценка различных напряжений и расчетов при, по сути дела, статическом или очень медленном, квазистатическом, очень медленном движении. По сути дела, в статическом состоянии. Так вот, если применить теорию сопромата, то глубина х, вот я показываю на этом слайде, проникновение частицы в мишень, вот такой формулой будет вычисляться. Я тут ее не придумал, это из учебников можно взять. W – это энергия частицы. L – это размер мишени. Обращаю внимание, что от него тоже кое-что зависит. Делить на S – это площадь сечения частицы, ну то есть площадь, по сути дела, вот этого отверстия, которое образуется. А E – это модуль, так называемый, модуль Юнга. Понимаете, с точки зрения сопромата частица начинает давить, давить на мишень. Ну вот, если в эту формулу подставить параметр для стального образца и для частицы стальной, и образец стальной, то тогда х, глубина проникновения, вот эта формула х, глубина проникновения, для частицы 1 микрон будет 5 микрон, то есть 5 калибров. Вот для частицы 100 микрон – это будет 50 микрон, 0,5 калибра. То есть, по сути дела, те данные, которые наши белорусские ученые нам там давали, это данные по стандартной глубине проникновения. Это, по-видимому, было взято из расчетов по формулам сопромата. Но так ли это в реальности? Значит, вот я обращаю… На этом слайде показано то, о чем я уже немного выше говорил, о том, что на самом деле вот первая формула на этом слайде – это известный нам второй закон Ньютона, но он не всю историю движения частицей не точечного, а конечного размера описывает Ньютон, описывал своим вторым законом движения точечных объектов. А если объект имеет конечный размер, то нужно добавить вот вторую строчку, которую добавили Баранов и Зателепин, и будет изменяться угловая скорость этой частицы в зависимости от изменения поступательной скорости этой частицы, вот с помощью этой формулы. Это доказано и экспериментально, и также тем обстоятельством, что это все очень хорошо согласуется с электродинамикой. И вот решая эту систему, можно показать, что омега, конечная угловая скорость этой частицы, она вот рассчитывается исконечной, после взрыва, через некоторое время, когда частица разгонялась пороховыми газами, детонирующими газами. Вот V деленная на размер частицы. Чем меньше частица, тем с большей скоростью она вращается угловой. Большие частицы, ну, например, типа человека, он будет вращаться медленно, а вот метровые, а вот микроскопические, микронные, с огромной скоростью. Ну вот я об этом уже говорил, что это типа сверел. Значит, я хочу обратить внимание, что в XIX веке было обнаружено, что очень странное явление, что при очень быстрых деформациях твердых материалов, например, стали, они себя ведут не как твердое тело, а как жидкость. Этот эффект назвали кумулятивным эффектом. Пионеры в этом были англичане. Они уже в начале, в середине XX века создали кумулятивные заряды, которые использовали во Второй мировой войне. Ну, наши там товарищи догадались о том, что эта штука очень важная для борьбы с танками и начали на эту тему работать, но, я так понимаю, в годы войны начали работать. После войны появилась теория, которую развивал Лаврентиев. Это теория кумулятивного взрыва, по сути дела. Эта теория основана вот на каком интересном эффекте. Вот если на этот слайд внимательно посмотреть, то вот по вертикальной оси изображена, показана, вот лучше вторую, вот давайте вторую картинку будем смотреть, второй рисунок на этой картинке. Вверх это вязкость вот этой среды, поскольку это, по сути дела, сталь при больших скоростях деформации становится жидкостью, то будет логарифм вязкости. Вязкость, ну, это внутреннее трение, ну, все этот термин, по-моему, знают. Это то, что в газовой и гидродинамике применяется. А вот по горизонтальной оси показан логарифм скорости сдвига. Скорость сдвига – это, по сути дела, угловая скорость. Скорость сдвига – это изменение угла в секунду, то есть это угловая скорость. Так вот, оказывается, что при малых угловых скоростях, вот в левой части вот этого рисунка, эта величина, вязкость будет большой, для стали – это так называемые неньютоновские жидкости. То есть это не совсем жидкости, такие своеобразные жидкости. Я не буду сейчас теорию неньютоновских жидкостей, это наукориология называется. Так вот, значит, при увеличении скорости деформации эта вязкость падает-падает и достигает очень-очень маленьких, очень маленьких величин. Значит, вот здесь, на этом слайде, показаны экспериментальные результаты, эксперименты. Это не теория, эксперименты. Для скорости деформации, по сути дела, омега, при 10 в пятой, вот 10 в пятой, 76 тысяч, это, по сути дела, 10 в пятой радиан в секунду, коэффициент вязкости будет примерно 20 тысяч. Коэффициент вязкости в паскале в секунду измеряется. А вот при скорости деформации, повышенной скорости деформации, эта величина может вырасти, упасть во много раз. Вот, например, для этой же стали при скорости деформации всего в полтора раза выше, уже коэффициент вязкости упал, как мы видим, примерно в 10, даже больше, чем в 10 раз. То есть, вот этот вот, еще раз показываю этот слайд, вот мы вот этот эффект уже количественно видим. Обращаю внимание, что здесь речь идет всего о 10 в пятой скоростях омега. Вот, омега 10 в пятой, секунды минус первой. Это угловая скорость, по сути дела, скорость деформации, угловой деформации. А мы имеем дело с микрочастицами, которые скорость 10 в девятой, не 10 в пятой, а 10 в девятой. То есть, обычная экстраполяция, я вот делал эту экстраполяцию, приведет к значениям вязкости стали нулевым. Вот, я ограничился вязкостью воды, взял просто вязкость воды и посмотрел, что будет с частицей микронной падающей на воду. Вот формула в этом случае приобретает вот такой вид. Она отличается уже, как мы видим, от сапраматовской очень сильно. r – это радиус этой самой частицы, радиус частицы, ρ – это плотность частицы, v – скорость частицы, r – опять радиус частицы, деленная на 3μ. μ – это вязкость металла. Я брал воду, потому что я не могу туда экстраполировать, там уже ноль получается и даже меньше нуля. Вот это все, вот эту величину нужно в корень квадратный извлечь. Так вот, расчеты по этой формуле показывают, что, например, если частица падает на воду, то частица… Ну, тут вот я с радиусом, с диаметром, тут у меня некое как бы смешение произошло. Ну, вот для частицы диаметром 2 микрона, радиусом 1 микрон, мы проникновение в воду составит 25 диаметров. 25. Я напомню, что для сапрамата это было всего 5. То есть есть увеличение заметное в 5 раз. А вот для частицы 200 микрон, то проникновение уже 250 диаметров. Я брал воду. А если мы еще меньше возьмем вязкость, а она, безусловно, еще меньше будет, то проникновение будет еще гораздо больше. Кстати, 250 диаметров – это уже 5 сантиметров. Это примерно то, что в эффекте ушеренка по порядку величины, то, что в эффекте ушеренка. Обращаю внимание, что величина х растет с радиусом частицы. Казалось бы, она должна расти бесконечно, но при росте радиуса падает угловая скорость, которую я показывал, как надо вычислять, и при этом начинает падать мю, потому что вот если мы еще раз на этот рисунок, угловая скорость падает и растет. Вот это здесь обозначено, вот эта величина, а у меня она на формуле, на зоне мю. В газовой динамике и мю, и это одинаково часто используется. Таким образом, мы можем сделать следующие выводы, что бомбардирующая частица не только поступательно двигается, но и вращается. Частица представляет из себя тонкое сверло с огромной частотой вращения. Частота вращения для металлической частицы 1 микрон 10 в 9 радиус в секунду. Металл образца при таких скоростях сдвига ведет себя как жидкость. Это поняли при обосновании коммунитивного эффекта. Кстати, англичане, насколько я знаю, продолжают в этой области очень эффективно работать. У них, по-видимому, самые лучшие коммунитивные заряды в мире, как мне думается. Вообще, я бы сказал так, что успехи Англии в военном деле, они очень сильно связаны с успехами Англии в физике. Это близнецы-братья. Успехи в военном деле и успехи в физике. Ну и третье. Глубина проникновения частиц в образец имеет максимум при диаметре диаметра порядка 200 микрон. Дальнейшее увеличение частицы диаметра приведет к очень большому росту вязкости вот этой псевдоньютоновской жидкости. И частица не будет так глубоко проникать. То есть, вот такое рассмотрение, оно, так сказать, обосновывает, почему имеется максимум на глубине проникновения в зависимости от диаметра частицы. Теперь обратимся ко второму эффекту важному. Это трансмутация. Он сопровождает вот этот процесс. Кстати, вот по первому образованию вот этого сверла, там масса-масса очень интересных моментов, связанных с тем, что это сверло, оно из-за там поляризации вещества, которые составляет это сверло, оно очень сильно упрочняется. И это, оно сверхпрочное, оно, наверное, будет сверлить и, на мой взгляд, и, например, алмаз. Оно тверже алмаза будет, вот это сверло. Именно из-за вот этого вращения. Ну вот я просуммирую некоторые, вот трансмутация обращаемся, я просуммирую некоторые идеи, которые тут циркулировали на нашем вебинаре у разных людей. Я не буду называть, но это не только мои идеи, это идеи, так сказать, коллективные уже, многие их говорили. Вот первое, что хочется сказать, что современная ядерная физика, к сожалению, не умеет описывать процесс холодной трансмутации ядер. Вот это, надо сказать точно, ядерная физика ориентирована на то, чтобы описывать атомную бомбу и описывать атомную электростанцию, а также описывать водородную бомбу, описывать термоядерную реакцию в Токамахе. А вот что будет, когда процессы не настолько энергетически интенсивны? Вот здесь современная ядерная физика, на мой взгляд, буксует. А трансмутация – это не только туннелирование между ядрами частиц, вот нейтронов, там бета, альфа, как вот мы зачастую это думаем. К сожалению, ядерная физика тут вот плоховато, по-моему, развелась в этом направлении. На мой взгляд, вернее так, этот взгляд, я его исповедовал тоже довольно давно уже, об этом впервые для меня сказал, о том, что там не только при трансмутации идут не только процессы синтеза, но идут и процессы фишин, вот эти распады ядер. Для меня впервые это сказал Андрюшкович, но об этом недавно на нашем вебинаре говорил Леонид Рускоев. Он это несколько раз говорил в беседах со мной личных по телефону. Еще раз подчеркну, при трансмутациях идут одновременно два процесса – и распады, и синтезы. Почему? Логика такова, это логика процессов, которые мы наблюдаем только лишь диффузиями, туннелированиями маленьких частичек, нейтронов, электронов и альфа, объяснить невозможно. Ядра должны распадаться на крупные фрагменты, и из этих крупных фрагментов, крупных фрагментов, должны собираться новые ядра. Только так можно что-то понять и что-то объяснить. Теперь, второй, следующий принцип, его прогласил у Рускоев тоже, Леонид Рербекович, он молодец. Он давно над этим вопросом и думает. Распад ядра на крупные фрагменты идет при возбуждении ядра до энергии 10 кВт. Но я добавил в этой фразе, при резонансном возбуждении ядра в нестационарном электромагнитном поле до энергии 10 кВт. В величину 10 кВт Леонид Рускоев предложил как некое пороговое значение, после которого начинаются мощные трансмутационные процессы. Вот речь идет о возбуждении ядра. Вот я напомню присутствующим, что есть такое понятие изомеры в ядерной физике. Они есть не только в химии, где изомеры в сложных молекулах, понятие изомер вводится, но они есть и в ядерной физике. Есть элементы, есть изотопы и есть изомеры. Изомеры отличаются уровнем возбуждения. Иногда изомеры бывают более или менее стабильными. Так вот, возбуждая ядра, мы переводим ядро из состояния основного в состояние изомерное. Вот Леонид Рускоев прогласил 10 кВт возбуждения. Нужно, чтобы что-то началось. Вопрос. Как передать электромагнитную энергию в ядро? Обращаю внимание, что ядро не воспринимает электростатическую энергию из-за экранировки электронами. Дело в том, что ободрать ядро полностью почти невозможно от электронов. Что-то останется. А если что-то останется, то эти электроны не позволят внешней какой-то электростатической энергии проникнуть в ядро. Ядро не чувствует внешней электростатической энергии. Это как, если угодно, если обернуть какое-то наше устройство фольгой металлической, как мы от электромагнитных, от электрических наводок избавляемся. Вот ядро также, по сути дела, экранировано. А как же передать его? А дело в том, что кроме электростатической энергии существует еще магнитная, которая запросто проникает через все эти электронные экраны вокруг ядра. И вот об этом тут многие пишут, в частности, в переписке это возникает. И вот Мышлинский только что говорил, что нужны магнитные воздействия. Вот я тоже согласен с этим. Это ключ к тому, чтобы передать энергию в ядро. А вот обращаю внимание, что ядро само, оно тоже очень плохо магнитную энергию воспринимает, потому что магнитный момент ядер чрезвычайно мал. Он примерно там в тысячу-две тысячи раз меньше, чем магнитный момент электрона. Поэтому нужен еще один акт действия. Нужно к ядру присоединить электрон. Очень близко к ядру присоединить электрон. Как же это сделать? Вот здесь помогают такие частички, например, субатом неволина, о котором мы недавно слышали, например, или темный водород, который предлагали баранов с зателепиным. Вот они, это маленькие нейтральные частицы, которые присоединившись к ядру. Почему они к нему присоединяются? Тоже очень интересно, но сейчас за не менее времени не буду об этом говорить. Вот электрон, в эти частички входит электрон. Вот он воспринимает, у него огромный магнитный момент, он воспринимает энергию, внешнюю магнитную энергию внешнего вещества. И вот через этот присоединенный электрон можно расшатать ядро резонансным образом. Подчеркиваю, всего имея 10 кВт, но в какой-то особой частоте оно расшатает и возбудит очень сильно ядро. Вот такие как бы принципы нужно применять. Я не буду заниматься этими спекуляциями, как там они применяются в эффекте у Шеренка. Но они там обязательно должны возникать. Ну и пару слов, а почему же там у него все-таки идет. Во-первых, стальная частица диаметром, она состоит из 10 в 11 ядер. На поверхности такой частицы находится всего 10 в 6 ядер. Вот энергия, полная энергия такой стальной частицы, вот один микрон, это 10 восьмой килоэлектрон вольт, если она двигается со скоростью 1 км в секунду. И когда эта частица начнет взаимодействовать с мишенью, по которой бьет эта частица, то вот вся эта энергия перейдет в 10 в 6, который на поверхности расположены ядра. Вот эта энергия, если вы разделите 10 в 8 на 10 в 6, вы как раз получите примерно уруцкоевскую уровень, даже чуть больше, который, собственно, и начнет как-то взаимодействовать с окружающим веществом мишени. Не ударник, а мишени. Вот то, о чем я тут сказал, вот в этой третьей фразе об этом говорится. Собственно, вот на этом у меня все, потому что, значит, ну тут можно много спекулировать, но у нас, к сожалению, мало информации, хорошо бы пригласить действительно автора. Еще одно замечание хотел дать. На мой взгляд, вот наши московские, в первую очередь, я бы даже так назвал, ученые академические, академии наук, не очень на это обратили внимание, потому что, видимо, отнесли это к известному эффекту, к известному кумулятивному эффекту. Хотя тут есть свои особенности, которые, конечно же, надо исследовать, потому что это очень полезное дело. На мой взгляд, вот, кстати, этим, по-моему, англичане и занимаются, на мой взгляд, вот это путь к кинетическому термояду, и он, кстати, довольно правильный. Кинетическое, преобразование кинетической энергии в тепло, там другие, значит, вот виды энергии. Друзья, я закончил, я буду останавливать свою демонстрацию. Пожалуйста, поднимайте руки для выступлений, уже есть желающие выступить. Мы уже 2 часа 25 минут обсуждаем, поэтому у меня просьба, значит, вот все выступающие, которые сейчас будут, очень-очень коротко, ну максимум 5 минут. Пожалуйста, попробуйте это, значит, вот выполнить. Александр Косовик, пожалуйста, вы первый. Меня слышно? Да, вас слышно. Я буду говорить об эффекте Ушаренко в связи с ядерными явлениями и попытаюсь объяснить эти явления, исходя из тех знаний, которые уже в ядерной физике имеются, не привлекая ничего нового. Потому что и сам Ушаренко называет, что эти явления являются термоядерными. Прежде всего напомню, что Зателепин Валерий Николаевич уже несколько раз пытался обосновать, что холодный ядерный синтез от термоядерного синтеза отличается не процессами, которые там происходят, а температурой среды. Я тоже разделяю это, и в процессе моего высказывания это будет понятно. Значит, нужно сказать, что для того, чтобы прозрушил синтез, необходимо преодолеть колоннский барьер. То есть частица должна иметь определенную энергию для преодоления колоннского барьера. Причем речь идет и о сечении реакции. То есть нужно еще попасть в сечение реакции. То есть если у нас, как, скажем, в такомаках очень разряженная плазма, то вероятность даже очень быстрой частицы попасть в сечение очень мала. И если у нас будет плотность плазмы увеличиваться, то сечение реакции и вероятность каждой частицы с достаточной энергией попасть в сечение реакции будет сравниться к единице. Но мы должны сказать, что в плотной реакции начинает заметно действовать еще и туннельный эффект. Туннельный эффект в разряженной плазме не работает. Почему? Потому что в разряженной плазме, во-первых, есть вероятность попасть в сечение даже быстрой частицы. И плюс к тому же, что есть еще и вероятность туннельного эффекта. То есть для того, чтобы частица, имеющая более низкую энергию, чем необходима для преодоления колоннского барьера, проникла в ядро, нужно иметь произведение вероятности. Поэтому при разряженной плазме туннельный эффект практически не работает. Так вот, в холодном ядерном синтезе и в эффекте у Шеренка происходит очень плотная плазма. Потому что, когда большой поток частиц с высокой энергией получается, вылетает в вещество, то там образуется плазма с высокой плотностью. Поэтому там очень высокий эффект и туннельный. И в связи с этим возникают вот эти ядерные реакции. Причем этой реакции нельзя сказать, это холодный ядерный синтез или термоядерный синтез. Потому что из-за туннельного эффекта температура будет гораздо ниже. И еще один момент. Когда происходят вот эти ядерные реакции, реакции синтеза при туннельном эффекте и при высокой плотности плазмы, как у Шеренка, то при этом возникает еще и много свободных нейтронов. То есть здесь еще и получаются нейтронные реакции. Потому что, когда я посмотрел, там силициум в алюминий вступает, получается много марканца. Как бы получается, если просто слияние простое, то там не получается по законам сохранения, которые должны в ядерных реакциях наблюдаться. Поэтому там еще, кроме слияния синтеза, должны еще происходить, видимо, какие-то нейтронные реакции, которые доводят, скажем, алюминий, кислород при синтезе до состояния, скажем, марканца. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр. Молодец. Он уложился в три минуты. Здорово. Черепанов Алексей, пожалуйста, ваше выступление. Не более пяти минут, пожалуйста. Алексей, у вас что-то с микрофоном. Какое-то кваканье такое. Ничего не слышно, ничего не понятно. Вы попробуйте другой микрофон использовать. Совершенно не работает ваш микрофон. А сейчас? Вот сейчас нормально, да, молодец. Хорошо. Значит, спасибо всем выступающим. Но сразу хочу отметить, что для меня близко и что я как бы приветствую. И от чего можно было бы оттолкнуться и дальше двигаться. Это выступление Климова Анатолия Ивановича. Это выступление Геннадия Владимировича Мышинского. Я особенно хотел бы отметить седьмой слайд Мышинского. Но единственное, что бы я сделал, я бы убрал вот из того красного кружочка эти плюсики, потому что никаких электрических зарядов в природе нет. Кулоновского барьера в природе нет. Поэтому нужно по-другому это все рассматривать. И у меня только единственный вопрос сейчас Климова Анатолия Ивановича. Если бы он бы включил свою презентацию и показал бы нам там, где о микросхемах идет у него рассказ, я бы хотел ему задать вопрос. Можно это сделать? Мы сейчас, в принципе, это можно сделать, но, Алексей, давайте сделаем так. Тогда так, я просто на словах скажу, а он мне быстренько ответит. Там прозвучало, что, правильно или неправильно понял, если они ставили сталь, ну, грубо говоря, там от сантиметра до 10 сантиметров, как экран, то никакого эффекта экран не оказывал. Вот я прошу его прокомментировать. Вот все, спасибо. Ну, это вопрос к Климову. Анатолий Иванович, ты слышишь этот вопрос? Прокомментируй, пожалуйста, там у тебя про пробитие. Я должен сказать, Алексей, я должен ответить, что это вопрос не ко мне, а все-таки к экспериментаторам, к Уширенко. Я же не делал этот эксперимент. Это раз. Нет, это же вы представили данные других ребят, которые с микросхемами испытания проводили. Так это совместная работа была. А, это он же, да? Да. А, хорошо. А вы могли бы прокомментировать, как вы это поняли? Ну, так как написано, так я и понял. И все, да? На самом деле, значит, я уверен, что послушать Уширенко имеет смысл. И, так сказать, там он может поведать еще многое другого. Единственное, могу сказать, что все-таки Алексей, наверное, ошибается, что там, так сказать, вот, и предыдущий говорил, что тоннельный эффект там при плотной плазме, он, так сказать, фу, там ничего не стоит. Там туннелирование и плотная плазма. Ну, это ровно все равно, что ничего не сказать. Ну, что за комментарий? Это на уровне детского сада. На самом деле, еще раз, вот, с центра поля, если говорить, значит, вот есть экспериментальные факты, с которыми, значит, предстоит разобраться. Я вот знаю группу, которая занималась в Брянске, целенаправленно, вот, бомбардировка эффекта Уширенко, ну, прямо из первых рук можно узнать, я готов узнать. Значит, они бомбардировали песком, калиброванным песком, силициума-2, стальную плиту. Так вот, в стальной плите наблюдалось прожилки образования золота. То есть, три силициума, три железа объединяются в одно, получается золото. Вот, пожалуйста, факт экспериментальный, налицо. Анатолий Иванович, ну, спасибо, спасибо тебе. Никаких там, значит, вот, условий для туннелирования никогда не реализуется. Спасибо за комментарий. Спасибо, я согласен. Алексей, спасибо вам за вопрос, по сути дела, а не за комментарий. Юрий Евдокимов, пожалуйста. Да, добрый вечер еще раз. Ну, во-первых, мишень – это упругая среда. Упругая среда. И вот скорость у нас измеримы, или, правда, по крайней мере, скоростью звука в этой среде. Скажем, стали, либо там в алюминии. Вот. Время релаксации – это его структуры, мишени. Соответственно, именно это, по сути, характерный размер пластины поделен на скорость звука. То есть, это время релаксации. Скажем, если у нас 2 километра в секунду, а длина, скажем, у нас 200 миллиметров, длина вот этой вот следа, значит, да, трета, то получается время релаксации примерно 1 десятая миллисекунда. Еще второе. Насколько это не свойство одиночной частицы, а свойство потока частиц. Вот за время этой релаксации у нас, значит, идет поток частиц, и, естественно, масса, это вот так, масса общая, она не равна одной частице, она равна количеству частиц, пропорциональному количеству частиц, участвующих вот за это время релаксации. Это примерно, получается, тогда истинная масса, примерно 10 третьей, 10 пятой степени больше, чем масса одной микрочастицы. В соответствии кинетической энергии в Востоке же раз больше. Тогда, получается, эта модель представляет собой, это набор частиц, которые следует тугом, так как поездом, последовательно, получается, как длинный стержень, ну, соответствующий массы. И эффекты точно такие же, как кумулятивный эффект Лаврентьева, который он во время войны там читал, пробитие брони на вот этих вот таких, ну, свойствах вот такого длинного стержня и кумуляции вот этого, по сути, ну, кумулятивного эффекта. Это первое. Мне кажется, вот эта глубина проникновения, вот этим можно объяснить. Она уже не одной частиц, а именно свойства коллектива частиц, коллективные свойства, когда как единый стержень надо принимать. Второе, эффекты вот трансплантации и прочее, они такие же, как, поскольку у нас металл действительно есть и водород, есть и многие вещи. Температура очень высокая, здесь, может быть, несколько тысяч градусов. Те же самые, что вот мы получали эффекты трансплантации системы водородники. Вот все, пожалуй. Спасибо. Спасибо, Юлия. Ну, Сергей Годин, пожалуйста. Да, здравствуйте, участники дорогие. И большое спасибо всем докладчикам за интересные доклады. Вот, я буду краток. Значит, главной линией во всех докладах, как я понял, стоит вопрос, откуда берется такое количество энергии, достаточное для возникновения канала большой протяженности. Вот я хотел бы ответить на этот вопрос. Вот, на самом деле, эффект ушеренка и эффект глубокого проникновения частиц, он возникает при определенных условиях. Он возникает не всегда. Если вы возьмете взрывчатку, насыпьте на нее горсть порошка, у вас ничего не получится. Нужно взять взрывчатку действительно в форме кумулятивного заряда, и обязательно должна быть у вас металлическая облицовка. Только порошок, нанесенный на металлическую облицовку, дает такой эффект. Значит, прежде всего металлическую поверхность ударяет облицовку, потому что она двигается быстрее порошка. И вот эта металлическая облицовка и создает всю энергию. То есть у вас получается мишень, находящаяся в возбужденном состоянии. И у нее уже есть эта энергия, у нее уже есть избыток этой энергии. А дальше как бы в ней возникают трещины, в ней возникают каналы, в ней возникают разные дислокации сдвига. И, соответственно, тот эффект мы наблюдаем, который в виде глубокого проникновения. Здесь абсолютно, конечно, прав и Анатолий Иванович. Возникает гетерогенная плазма и прав Чижов Владимир Иванович, потому что возникают дефекты с двойниковыми границами, в которых могут существовать резонансные эффекты, усиливающие эффект проникновения. Ну и Анатолий Ильич, наверное, Никитин тоже прав, потому что резкий удар по металлу может вызывать все-таки и Кулановский взрыв, как и результат дополнительного выделения энергии. Ну и, наверное, Валерий Николаевич тоже с вращающимся сверлом, который ударяется в поверхность с измененной вязкостью. Вот. Так что обязательно нужно учитывать именно вот ту внутреннюю энергию. Она уже есть у вас в этом образце. Просто вот частица, попадающая туда, она уже работает как триггер. Она эту энергию высвобождает. Сереж, ну 100 микронной частицы, если насыпешь, ничего не будет, обаек остается. Правильно, потому что трещины определенного размера образуются. Если у вас частица совпадает с размером трещины, все получается хорошо. Спасибо, Сереж, спасибо. Да, мое такое мнение. Спасибо. Ну, у нас тут вот еще есть два выступающих. Андрей, пожалуйста, Чистолинов. Андрей, слушаем тебя. Включи микрофон. Сейчас слышим тебя, да. Ну, я, собственно, хотел не по содержанию, а по, как комментарии, докладам. Мне очень понравилась вообще сама форма вот эта. Мне кажется, очень много прозвучало интересных идей. И спасибо всем участникам. Там фактически получился настоящий мозговой штурм. Ну, нельзя сказать, что это вот какие-то теории. Наверное, до теории здесь еще далеко. Вот. И мне кажется, здесь ключевой момент состоит еще в том, что данных очень мало. То есть у нас фактически нет каких-то специфических данных по этому эффекту, за которые можно было бы зацепиться. Вот то, что мы пока имеем, это, в общем, ну, так же, как, кстати, с холодным синтезом. Это очень неспецифические данные. И можно предложить много разных моделей, которые это так или иначе могут пытаться объяснять. А вот именно специфические моменты, которых нет, к сожалению, это вопрос к экспериментаторам. А вот могут позволить выбрать из вот множества моделей, ну, вот какие-то, которые лучше описывают или хуже описывают явления. Вот. Ну, и что касается, что касается вот вообще формы, я бы сказал так, что, ну, я могу там спорить с кем-то, соглашаться или нет. Но, в общем, я бы сказал, что вот все доклады, за исключением вот доклада Климова Анатолия Ивановича, они, в общем, были выдержаны, имели некую свою внутреннюю логику и были выдержаны, вот, ну, в определенном ключе. То есть каждый смог предложить какую-то свою идею. Вот. А вот что касается Климова, вот, ну, это тоже такое замечание, если хотите. Нельзя строить доклад на аналогиях. То есть вот нельзя выстраивать вот такой вот ряд, что вот это похоже, 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 значит, все одно и то же. Оно похоже, но оно имеет разную природу. Вот. А когда мы логику пытаемся заменить аналогиями, то, в общем, мы выходим за рамки науки, и здесь как бы уже нечего обсуждать, по сути дела. То есть у нас как бы предмет для дискуссии пропадает, я бы так сказал. Вот. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо, Андрей. Но я в защиту Анатолия Ивановича могу сказать, что я его просил дать более-менее толковый обзор того, что мы, что известно по эффекту Уширенко. Поэтому его доклад так построен. Он просто, к тому же, еще опоздал. Поэтому ты тут не совсем прав, когда его критикуешь. Он просто хотел показать, что общее между нами и эффектом Уширенко. Это была просьба ведущего. Это, может быть, он бы сам, если делал бы по-другому. Ну, спасибо тебе. Пархомов, Саша, пожалуйста. Ну, мне очень понравилась идея Зателепина о том, что, значит, здесь имеет большое значение очень быстрое вращение частицы. Ведь, по сути дела, к чему это приводит? Это приводит к тому, что частица, значит, движется как бы не в твердом теле, а в жидком или, может быть, даже в газообразном. Мы пока не можем сказать. И поэтому для того, чтобы ей проникнуть на большую глубину, совсем не требуется большая энергия. И вот это очень интересная мысль, я бы сказал, даже революционная мысль, которая радикально отличается от всего остального, что было сказано. Ну, а что касается вот выступления Зателепина о трансмутациях, ну, значит, много чего было сказано. Сказано было про Русскоева. Но надо сказать, что как раз очень важная часть идей у Русскоева связана и Филиппова связана с тем, что они пришли к выводу, что здесь решающее значение имеют именно слабое взаимодействие. Вот об этом как раз Зателепин ничего не сказал. Что такое слабое взаимодействие? Она просто слабое взаимодействие переводит протоны в нейтроны, нейтроны в протоны. То есть никакого перескакивания, никакого расшатывания не надо. Это происходит как бы само собой. Вот я думаю, что надо помнить вот об этом, об этой идее, которая очень важной является. Спасибо. Спасибо, Саш. Ну, да, конечно, ты прав относительно того, что вот с ядерной... Ну, общий-то вывод мой, мой общий посыл такой, что ядерную физику надо развивать в область малых энергий. Вот это вот слабенько, слабо развито. Понимаешь, вот деления все время любят делениями заниматься. А вот распадами или преобразованиями, вот, по-моему, информации мало. Спасибо Пархомову, Севенкову, Геннадий. Пожалуйста. Очень интересная дискуссия. Единственное, что я хочу заметить, что вот сама схема получения эффекта – это эффект так называемого ударного ядра. Есть такие мины противотанковые, ударное ядро. Воронка у них кумулятивная, значит, она больше 100 градусов. Ну, или сферическая. В данном случае мы видели сферическую. Значит, здесь в данном случае, мне кажется, проблемы с проникновением, можно сказать, почему так далеко нет. Потому что скорость огромная. Во-первых, они все концентрируются в фокус. Это струя со скоростью там 2,5-3,5 километра. Вот мина, вот это М-83, советская еще противотанковая, там где-то 2,5-3,5 километра в секунду. При такой скорости струя пробивала. Вот она в Ираке использовали эти мины. Американский Хаммер в борт надвела вот такую проломку, как в стене. Летит сгусток. Дело в чем? Там разница только в том, что там медью облицовывалась воронка. А здесь у нас твердые вещества, твердые крупинки. Это карбид вольфрама или карбид кремния. Карбид кремния у него там твердость, по-моему, значит, 2,800 или 2,700 по кону. Значит, с такой твердостью частички летят, они могут влететь на огромный рост. Они могут пробить, мина пробивает 100 миллиметров брони танковой. Ну, а здесь она влетает, ну, я не знаю, что они в качестве... А в алюминиевую мишень вбивали. Ну, что длина? Вопрос другой. Геннадий, почему 100 микронные частицы не пробивают? Есть резонанс. Почему? А резонанс чего? По размерам. Вот есть 70 микрон, она хорошо пробивает. А 100 неплохо. Меньше 50 – плохо. Ну, соотношение энергии, наверное, как-то. Но энергия огромная, огромная. 5 километров в секунду – это много. Но при чем тут энергия? Тут резонансные эффекты, резонанс играет важнейший роль. Ну, не знаю, как это объяснить с помощью резонанса. Я пока тут не вижу связи. Потому что вот подкалиберные снаряды, которыми пробивали в броню, 1700-1800 метров в секунду. Но пробивали 200 миллиметров. Скорость частиц измерена 1 километр в секунду. Не выдумывайте. Толь, подожди, пусть человек закончит. Ну, что сразу притиковать? Геннадий, продолжайте, пожалуйста. Значит, почему 1 километр в секунду? Там, очевидно, кривое распределение скоростей. В зависимости от размера этих частичек, они же неоднородные. Вы почитайте работу. 1 километр в секунду. Ну, это все частички. А если у них разная масса, у них разная скорость. Это же однозначно. Нет, Геннадий, вы тут тоже не правы. Потому что скорость в данном случае пыжом определяется. Пыжом является вот эта вот оболочка. Она диктует скорость. Нет, нет, нет. Скорость снаряда определяется весом снаряда. Массой снаряда. Ну, это же аксиом. Ну, это кумуляция. Не будем спорить. Ладно, пусть будет так. Другой вопрос здесь. Вот по поводу этих трансмутаций. Значит, я вот пока, честно говоря, не вижу пока, за что зацепиться, если действительно так. Они многократно проводили эти эксперименты. У них действительно идут трансмутации? Я даже с трудом понимаю какой-то механизм здесь. Ну, я вам говорю, что вот мои коллеги нарабатывали, предложили патент по получению золота в макромасштабах. Понимаете, золото. Молодцы. Геннадий, пожалуйста, новый вопрос задали. Ну, по сути дела, я так понимаю, это завершает ваше. Спасибо, Геннадий. Вот, и последний уже, давайте, вот, Евгений Евгоров. Пожалуйста, Евгений. Евгений, включите микрофон, пожалуйста. Мне слово-то дадите. Я вам уже его три минуты назад дал, вы просто не слышите. О, господи, извините, что... Давайте, 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 без ля-ля. Давайте, пожалуйста. Значит, без ля-ля следующее. Почему мы сбрасываем возможность структурирования, которую продемонстрировал Шестопалов в частности, вот этих частиц в тех экстремальных условиях, в которых они формируются? То есть идет дефрагментация маски, да? И потом вот эти вот микрочастицы, они формируют вполне определенную структуру, которую наблюдали, например, на космических станциях тот же самый Фортов. Вот. А здесь еще существует выделенная, так сказать, анизотропия. И вот эта структурированная уже энергетически и, так сказать, пространственно последовательность практически отдолбит в одно и то же место. Естественно, там существует и кручение, существует и кинетика, и возникает, так сказать, возможность трансмутации, и формирование, так сказать, замкнутых на себя магнитных полей, которые, так сказать, тащат огромную, могут тащить огромную энергию. То есть здесь не такая простая физика. И эффекты, соответственно, обладают колоссальной энергетикой. Спасибо. Спасибо Евгению. Друзья, я еще, нам уже нужно завершать. Я обращаюсь ко всем, кто сегодня выступал. Пожалуйста, пришлите мне свои слайды. Я думаю, что мы вот эту презентацию, вот этот вебинар, вернее, пошлем, попытаемся у Ширенко самого с этим ознакомить. Может быть, он заинтересуется и попробует у нас выступить. Вот Анатолий Иванович об этом говорил. Анатолий Иванович, ты не хочешь какое-то завершающее слово сказать? Ну, я готов. Только не очень, не очень большое, потому что ты обычно начинаешь говорить, и дальше остановиться сложно. Нет, нет, на самом деле, вот я согласен там с тем же Андреем. В общем, первый шаг сделан по пути вот некой превращения нашего семинара в некую мозговую атаку, что само по себе важно, так сказать, просто отчетность наших докладов на семинарах, она не столь важна, сколько вот это живое общение, когда люди начинают спорить. Это первое. Второе. Значит, ну, из всех докладов, которые вот на самом деле прозвучали, значит, ну, конечно, каждый рассматривает под своим углом, это надо принять в дальнейшем для анализа, так сказать, вот каждому. Но мне кажется, вот все-таки Мышинский подметил важную вещь, что вполне возможно, что вот это сверхпроникновение, оно связано с необычными вот свойствами, действительно, так сказать, которые надо объяснить. Это, а, все-таки, а что, если действительно, вот, так сказать, сверхтекучесть, сверхпроводимость связана? То есть, вот что-то похоже на эффекты сверхтекучести. Я вам тоже заострял свое внимание, когда частицы двигались там навстречу потоку, вообще без сопротивления. Вот. Поэтому вот такие новые идеи, значит, которые, может быть, позволят приблизиться и объединить синтез и транспортные свойства вот этих вот частиц, они важны. Единственное, что мне не понравилось у всех нас, в том числе и у меня, я не ответил на этот вопрос. Все-таки, судя по всему, резонанс существует строго, так сказать, с определенными параметрами, о которых может рассказать нам подробнее только сам, значит, Сергей Уширенко. Это вот все-таки, насколько узкие эти параметры по диаметру частиц, по скорости частиц. Вот. Здесь он наблюдается, а здесь вообще его нет. Вот он говорит, вне этого диапазона, вот вне этого, так сказать, интервала, который он обозначил, образуются только кратеры, как и положено. Шесть калибров, да, величины, в ширину и в высоту. Вот и все, что ожидалось до сих пор. Это стандарт. Так сказать, всегда наблюдается. А вот этот эффект, он же не всегда. Поэтому и дали ему диплом на открытие. Господа, это же в реестр основных открытий советских ученых включено. Имейте в виду, если бы это было все так просто, на уровне, так сказать, вот, на уровне обычной вот кумулирования энергии, кумулятивных зарядов, да, за это бы никогда не дали открытие. Спасибо Анатолию Ивановичу за комментарий. Ну, я тоже скажу заключение два слова. Значит, ну вот из того многообразия идей, которые здесь прозвучали, спасибо всем, действительно, идеи огромное множество. Мне очень понравилась идея Година о том, что вот эта подложка, вернее, вот эта мишень, она готовится к удару частицей по ней. И там некоторое возникает, ну, состояние такое особое. Вот это очень важная идея, чего, ну, например, я, честно скажу, не учитывал и не понимал. Вот это очень важно, возможно. Возможно, это надо учитывать не только в эффекте у Шеренко и в других каких-то наших. Потому что я могу напомнить, вот, например, Климов, он, когда вот эти свои бластеры делает, значит, взрывы там, по сути дела, аналогичные у Рудской, вот только, значит, вот в среде, которая эрозирует. Так вот, у него есть поджиг, второй поджиг, который сильно усиливает все эффекты. Вот это вот, то есть что-то готовится сначала, а потом дополнительный как бы взрыв, дополнительное воздействие еще многократно усиливает выделяемую энергию. Я напомню, например, что в статье 56-го года, в статье по поводу термоядерной реакции в разрядах, в статье Курчатова, там тоже именно второй импульс тока, второй импульс тока, он дает вот основной эффект, когда там примерно до 400-300 килоэлектрон вольт достигается энергия частиц, которую непонятно откуда взять, во втором импульсе тока. Вот это подготовка предварительная, возможно, это очень важная обстоятельность, но и другие идеи тоже важны. Да, вот идея Мишинского тоже действительно очень важна, потому что вы все знаете, ну, я говорил о том, что электроны очень важны, спаривание частиц, оно действительно тут может много объяснить. Друзья, на этом мы заканчиваем, и у меня объявление по следующему вебинару. Значит, смотрите, мы следующую среду пропустим, потому что Анатолий Иванович уезжает в отпуск, пожелаем ему набраться там здоровья, потому что мы все убедились вчера в экспериментах совместных, что он там просто губит свое здоровье, я просто противник этого, но он это знает, он продолжает эти эксперименты упорно вести, сам лично там постоянно в этой комнате, 9 дней одного года, просто в чистом виде. Пропустим следующую среду, а вот через среду у нас будет Евгений Егоров выступать. Я надеюсь, что он будет не столько теоретизировать, сколько расскажет нам, как же все-таки использовать вот эту знаменитую штуку, значит, вот векторный потенциал, как ее использовать практически, практически, без теорий. Друзья, на этом заканчиваем сегодня, всем спасибо, сегодня будет очень интересный вебинар у Бычкова, и, наверное, можно многим и посетить его, потому что там будет рассказано, почему электродинамика Максвелла неправильная. Вот это тоже, наверное, интересно. Спасибо всем, до свидания до, по сути дела, до 27 апреля. До свидания. До свидания.